Жилет пана Михольского Было это в Киеве в сороковых годах прошлого века, и рассказывалось многим киевлянам самим паном Михольским, а нам, пересказано, писателем Ясинским. Пан Михольский задумал жениться. Был он тогда еще очень молод, но уже довольно разумен, тяготел к обществу людей солидных и светских, невесту выбрал себе хорошенькую и с приданым, все приготовления к свадьбе совершил обстоятельно, прилично. А так как одна из основ приличной жизни заключается в приличной экипировке, то пан Михольский решил приехать перед свадьбой из своего глухого уезда в Киев, дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилеток по самой последней моде. Так он и сделал, приехал и экипировался на славу, пользуясь советами некоторого графа, знавшего и протежировавшего молодого провинциала. Перед отъездом же из Киева обратно в свой родной город зашел однажды пан Михольский к графу с намерением приятно провести вечер и застал его в больших заботах по самому тщательному туалету. Пан Михольский смутился, стал извиняться. — Ах, простите, любезный граф, вы, кажется, в сборах куда-то. — Да, — сказал граф, — еду к Юзефовичу в Липке. Пригласил в гости, и при том на весьма важную персону. — Что же это за персона? — спросил пан Михольский. — Некто Гоголь, писатель. — А знаю, — читал его вещички. — А я, — сказал граф, — только слышал, будто он пишет. Читать же мне его не доводилось. Что ж он хорошо пишет? — Да не дурно, — ответил пан Михольский. — Только уж больно обыденно, не знаете, полету, байронизму. — А все-таки надо ехать, — сказал граф, вздыхая. — Во-первых, нельзя манкировать приглашением такого лица, как Юзефович. А во-вторых, и сам этот Гоголь, он оказывается в большой милости у государя. Пан Михольский насторожился. — Да что вы! Ну, знаете, это очень меняет дело. Я бы и сам был не прочь взглянуть на такую знатную личность. — Раз не прочь, то и взгляните. Едем со мной в Липке. — Помилте, как же так неловко. — Пустяки! Юзефович — радушнейший хозяин. Я вас ему представлю. Едем. И вот граф и пан Михольский в Липках. А там уже целая ассамблея. Тайный трепет, ожидание высокого гостя. Давно готов чайный стол на балконе. Толпятся тихо, переговариваясь, прочие гости, все больше профессора Киевского университета в новеньких мундирах. Хозяин то и дело выбегает взглянуть, не едет ли Гоголь. Но проходит час, другой Гоголя все нету. Наконец бежит дворецкий. Приехал. Хозяин кидается навстречу. Профессора одергивают фалды, выстраиваются в ряд, опускают по швам руки. И вот тут-то и происходит то, о чем столько раз повествовал впоследствии пан Михольский приблизительно в таком роде. Как сейчас помню, этот самый Гоголь шел впереди почтительно следовавшего за ним хозяина, не спеша и глядя несколько в косе, сподлобья. У него был длинный нос, длинные прямые волосы. На нем был сюртук темного граната и темно-зеленая жилетка, по которой краснели мушки и глазки, и ярко блестели желтые пятна. Все мы низко перед ним склонились. Он же вдруг остановился и, не отвечая на поклоны, стал глядеть на одну мою особу. Хозяин рекомендует профессор такой-то, профессор такой-то. Он начинает легонько кивать головой, бормочет. Весьма приятно, душевно рад, во всех смыслах. Затем хозяин предлагает ему сесть к столу и откушать. Но он брезгливо смотрит на чай, на закуски, морщится от заходящего солнца. Хозяин делает поспешный знак какому-то молодому человеку. Тот еще поспешнее кидается к краю балкона и загораживает с собой у Гоголя от солнца. Но Гоголь и на это не обращает внимания. За стол не садится. А все продолжает глядеть на меня. Точнее сказать, на мою грудь, в тот день украшенную одной из моих новых и лучших жилеток. Жилетка эта была тоже весьма нарядна, только походила не на шкуру лягушки, как у столичного гостя, а на шкурку хамелеона. — Мне сдается, — молвил он, наконец, щурясь, — мне сдается, что я вас где-то уже видел. Я хочу ответить, что, кажется, не имел такого счастья, но хозяин так сердито грозит мне из-за его спины пальцем, что у меня прилипает язык гортани, а Гоголь продолжает и все не без яду. Да, я вас где-то видел. Не скажу, чтобы ваша физиономия памятна мне жива, но тем не менее я вас видел. Видел же я вас в каком-то трактире. Вы там лакомились луковым супом. Что мне было делать? Это было уже обидно. Но я, конечно, только кланяюсь и ничего не возражаю. Гоголь же снова погружается в молчание, задумчиво глядя на разводы моей жилетки. Затем вдруг подает хозяину руку, делает общий поклон всем прочим и направляется к двери. Хозяин поражен как нельзя больше, но удерживать его, конечно, не смеет. Гоголь уходит как-то неловко, передвигая ноги в узких серых панталонах на широких штрипках, а хозяин растерян бежит за ним следом, кланяется ему в спину. Тут в заключении своего рассказа пан Михольский всегда хитро усмехался. Скажите же мне теперь, — говорил он, — как объясняете вы себе столь странное поведение Гоголя в липках? Что такое происходило в его натуре? Ему на это отвечали. Да кто может знать натуру такого человека? Может быть, ему мелькнула какая-нибудь чудная идея? Встала в воображение резкая фигура. Но пан Михольский мотал головой. Да нет же, ни то, ни другое. Ларчик открывался просто. Гоголь позавидовал на мою жилетку. Да-да, честное слово. Если бы граф не привез меня в липки, то Гоголь и чай бы кушал, и беседовал со всеми прочими гостями. Но случилось так, что я совершенно невольно отравил ему жизнь своей жилеткой. Ну, послушайте, разве это возможно? Да вот оказалось, что вполне возможно. А доказательства тому вот какие. На другое утро прибегает ко мне в отелю портной еврейчик, у которого я делал эту жилетку, последнюю в своем роде, ибо бархата такого рисунка в городе больше не оставалось. И чуть не падает мне в ноги. На милость Бога, дайте мне, пан, вашу жилетку, уступите за какие угодно деньги. Это же чистое наказание, что такой жилетки нигде в Киеве больше не достанешь. Приехал один важный господин из столицы и купил у Гросса жилетку. А теперь увидал вашу и кричит, что он непременно подава ему в точь-в-точь такую же, как ваш. Я соображаю, чем дело, и отвечаю, а как фамилия этого господина? Портной пожимает плечами. А я знаю. И зачем вам его фамилия? А я уже ясно вижу, ну, конечно, это Гоголь. И твердо отвечаю. Нет. Не продам я тебе жилетки ни за какие деньги. Он хоть и Гоголь, а такой жилетки у него нет и не будет. Я, брат, свою жилетку выше всяких его мертвых душ ставлю. 1936 год Молодость и старость Прекрасные летние дни Спокойное черное море Пароход перегружен людьми и кладью Палуба загромождена от кормы до бака Плавнее долгое, круговое Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь Жаркое солнце, синее небо, море лиловое Бесконечные стоянки в многолюдных портах С оглушающим грохтом лебедок С бранью, с криками капитанских помощников Майна, Вира И опять успокоение, порядок И неторопливый путь вдоль горных отдалений И зной натающих в солнечной дымке В первом классе прохладный бриз в кают-компании Пусто, чисто, просторно И грязь, теснота в орде Разноплеменных палубных пассажиров Возле горячей машины и пахучей кухни На нарах под навесами и на якорных цепях На канатах на баке Тут всюду густая вонь То жарко и приятно То тепло и противно Но одинаково волнующа Особая пароходная Мешающаяся с морской свежестью Тут русские мужики и бабы Хохлы и хохлушки Афонские монахи Курды, грузины, греки Курды — вполне дикий народ С утра до вечера спят Грузины то поют, то парами пляшут Легко подпрыгивая С кокетливой легкостью Откинув широкий рукав И плывя в раступившейся толпе В лад бьющие в ладоши Таш-таш-таш-таш У русских паломников в Палестину Идет без конца чаепитие Длинный мужик С обвисшими плечами С узкой желтой бородой И прямыми волосами Вслух читает писание А с него не спускает острых глаз Какая-то вызывающая независимая женщина В красной кофте И зеленом газовом шарфе На черных сухих волосах Одиноко устроившаяся Возле кухни Долго стояли на рейде В трапезунде Я съездил на берег И когда воротился Увидал, что по трапу Поднимается целая Новая ватага Оборванных и вооруженных курдов Свиты идущего Впереди старика Большого и широкого В кости В белом курпе И серой черкеске Крепко подпоясанной По тонкой талии Ремнем с серебряным набором Курды, плывшие с нами И лежавшие в одном месте Палубы целым стадом Все поднялись И очистили Свободное пространство Свита старика Настелила там Множество ковров Наклала подушек Старик царственно Возлек На это ложа Борода его была Бела, как кипень Сухое лицо Черно от загара И необыкновенным блеском Блестели небольшие Карие глаза Я подошел Присел на корточке Сказал Селям Спросил по-русски С Кавказа Он дружелюбно Ответил тоже по-русски Дальше, господин Мы курды Куда же плывешь? Он ответил скромно Но гордо В Стамбул, господин К самому Падишаху Самому Падишаху Везу Благодарность Подарок Семь Нагаек Семь сыновей Взял у меня На войну Падишах Всех Сколько было И все На войне Убиты Семь раз Падишах Меня прославил Ца-ца-ца С небрежным Сожалением Сказал Стоявший Над нами С папиросой В руке Молодой Полнеющий Красавицы Франт Керченский Грек Вишневая Дамасская Феска Серый Сюртук С белым Жилетом Серые Модные Панталоны И застегнутые На пуговки Сбоку Лакированные Ботинки Такой Старый И один Остался Сказал он Качая Главой Старик Посмотрел На его Феску Какой Глупый Ответил Он Просто Вот Ты будешь Старый А я Не старый И никогда Не буду Про Обезьяну Знаешь Красавец Недоверчиво Улыбнулся Какую Обезьяну Ну так Послушай Бог Сотворил Небо И землю Знаешь Ну знаю Потом Бог Сотворил Человека И сказал Человеку Будешь Ты человек Жить Тридцать Лет На свете Хорошо Будешь Жить Радоваться Будешь Думать Будешь Что все На свете Только для Тебя Одного Бог Сотворил И сделал Доволен Ты этим А человек Подумал Так Хорошо Всего Тридцать Лет Жизни Ой Мало Слышишь Спросил Старик С усмешкой Слышу Ответил Красавец Потом Бог Сотворил Ишака И сказал Ишаку Будешь Ты Таскать Бурдюки И Вьюки Будут На тебя Ездить Люди И будут Тебя Бить По голове Палкой Ты Таким Сроком Доволен Неплохо Вышло Ответил Тот Нерешительно Не понимая Очевидно К чему Все это Потом Бог Сотворил Собаку И тоже Дал Ей Тридцать Лет Жизни Ты Сказал Бог Собаке Будешь Жить Всегда Злая Будешь Сторожить Хозяйское Богатство Не верить Никому Чужому Брехать Будешь На прохожих Не спать По ночам От беспокойства И знаешь Собака Даже Завыла Ой Будет С меня И половины Такой Жизни И опять Стал Человек Просить Бога Прибавь Мне И эту Половину И опять Бог Ему Прибавил Сколько Лет Теперь Стало У Человека Шестьдесят Стало Сказал Красавец Веселее Ну А потом Сотворил Бог Обезьяну Дал Ей Тоже Тридцать Лет Жизни И Сказал Что Будет Она Жить Без труда И без Заботы Только Очень Нехороша Лицом Будет Знаешь Лысая В морщинах Голые Брови На лоб Лезут И все Будет Стараться Чтоб На нее Не Глядели А все Будут На нее Смеяться Красавец Спросил Значит И она Отказалась Попросила Себя Только Половину Жизни И Она Отказалась Сказал Старик Приподнимая Сибиря Из Рук Ближнего Курда Мунштук Кальяна И Человек Выпросил Себе И эту Половину Сказал Он Снова Ложась И затягиваясь Он Молчал И глядел Куда-то Перед собой Точно Забыв 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 Нас Потом Стал Говорить Никому Не Обращаясь Человек Свои Собственные Тридцать Лет Прожил По-человечьи Ел Пил На войне Бился Танцевал На свадьбах Любил Молодых Баб И Девок А Пятнадцать Лет Ослиных Наживал Богатство А пятнадцать Собачьих Берег Свое Богатство Все Брехал И злился Не спал Ночи А потом Стал Такой Гадкий Старый Как та Обезьяна И все Головами Качали На его Старость Смеялись Вот Все Это И С тобой Будет Насмешливо Сказал Старик Красавца Укатая В зубах Мунштук Кальяна А с тобой Чего же Этого Нету Спросил Красавец Со Мной Нету Почему Ж Такое Таких Как Я Мало Сказал Старик Твердо Не Был Я Ишаком Не Был Собакой За Что Мне Быть Обезьяной За Что Мне Быть Старым Пятнадцатое Апреля Тысяча Девятьсот Тридцать Шестого Года Возвращаясь В Рим Он умер Близ Ницей Возвращаясь Из Галлии В Рим Ожидали, что Новая война Будет долгая Трудная И, быть может Роковая Для него Судьба Была Милостива К нему Неизменно Но Это Был Уже Девятый Поход В его Жизни А Цифры Девять Приписывали Недобрый Знак Все же Война Опять Оказалась Счастливой Даже Еще Более Счастливой И короткой Чем Все Предыдущие Враг Был Поражен Ударами Столь Меткими Что Изумлена Была При Всей Своей Вере В Звезду Своего Вождя Сама Победоносная Армия И Прежде Один Вид Его При Каждом Его Появлении Перед Нею Потрясал Ее Восторгом Теперь же Когда На Прощальных Смотрах В Галлии Медленно Двиглась Вдоль Воинских Рядов Грозное Великолепие Золотого Орла И Шел Под Сенью Его Этот Всегда Тихий И Печальный Человек С Землистым Плохо Бритым Лицом Люди Смертельно Бледнели Чувствовали Себя Как бы На краю Пропасти А затем Разражались Такими Страстными Кликами Точно Их Охватывало Беснование Кончив Войну Он Совершил С государственными Целями Путешествие В Испанию Необыкновенная Неутомимость Сочеталась С его Телесной Немощью И путешествие Это тоже Было Вполне Благополучно И Плодотворно Поздней Осенью С небольшим Отрядом И несколькими Приближенными Он возвращался В Рим Стояли Прохладные Светлые Дни Шли Берегом Моря Как всегда Он был Молчалив И бесстрастен Лицом Серых Ут Все же Здоровье Его никому Не внушало Опасений Во время Этого Мирного Странствия Вдоль Синих Заливов И багряных Прибрежей Но вот За один Переход До Ниции Он Внезапно Лишился Голоса Почувствовал Такую Потерю Сил Что поспешили Остановиться На первой Встречной Вилле Она Вполне Приличествовала Случаю Это был Знаменитый Очаг Известный Всему Риму Благодаря Славному Имени Его Хозяина И своей Благородной Красоте Безлюдный Мыс Далеко Вдавался В море Его сплошь Покрывала Серебристая Зелень Низкорослого Соснового Леса Дом же Стоявший В этом лесу Был Обширен И прост Белел Мрамором Стен Блистал Тонким Стеклом Больших Окон Окружен Был Цветниками Огненными Далями За отъездом Хозяина Вилла Была Пуста И нежданных Гостей Встретил Только Управляющий Учтиво Попросили Приюта У него Вскоре Приняв В ванну И подкрепляющее Питье Он Остался Один Ложе Его Стояло Так Что С одной Стороны Был Перед Ним Вид На Море Поднимающиеся За круглыми Сосновыми Верхушками А с другой На Ницейский Залив И Туманно Далекую Бледность Альп Безжизненно Встававших К небу Своими Снегами Подобно Великим Гробницам Вечерело Холодно Туманилось В пустынном Просторе Дремотно Волнующего С моря Была Безнадежность Бесцельность Печальная Загадочность Белые Гребни Волн Мерно Возникали Падали Верхушки Сосен Чистых И Холодных Ясно Видных Сквозь Стекла Тубы И Звонко Шумели Два Светильника Ровно Дрожали Возле Ложа Сургучным Пламенем И Под это Дрожание Извиняющий Хвойный Шум Он Впал В глубокий Сон Когда же Очнулся Была Уже Черная Ночь Море Шумело В ее Тишине Слышнее И Торжественней Как бы Привлизившись Светильники Текли И Блистали Их Языки Теперь Золотые И Ясные С Лазурным Основанием Дрожа Тянулись Вверх И Приподнявшись Прислонясь К Изголовью Он Остановил Свой Взгляд На Стеклах Черневших Перед Ним Море Шумело Все ближе Явственней И с ним Мешался Всеусиливающий Сохвойный Шум Он Созерцал И слушал Эту Черную Ночную Стихию Окружавшую Его Он Понял Что Час Его Близок Сделав Усилие Он Сел Еще Немного Выше И Взяв С ночного Столика Все Что Нужно Для Писания Стал Медленно Но Твердо Писать Он Он Писал До Рассвета Он Сделал Последние Государственные Распоряжения И Выразил Некоторые Из своих Предсмертных Мыслей Он Сказал Так Имя Мое Переживет Меня Люди Будут Поклоняться Моим Золотым И Мраморным Изображения Может Быть Еще Много Веков Ибо В Человеке Великом Или Хотя Облеченным Величием Мы Чтим Сосредоточенность Тех Великих Сил Что Заключены В Некоторой Мере В каждом Из нас Он Сказал Что Сократ Призывая Человека К познанию Самого Себя Имел Ввиду Непознание Особенностей Пороков Или Добродетелей Заключенных В человеке Но Искание И Пробуждение В себе Того Божественного Что Есть Истинная Суть Человека Когда Когда Тридцать Тридцать Седьмой Год Апрель В солнечное Лицом Пестром Узлом Кроме Перил взгляд Глашки Светившая На речку На ее Долину Луна Крыши Исп Направо Тоже Неярко Были Освещены Ею А гребни Серебрились Точно Снегом От звезд За ними Дальше На краю Деревни Была видна Школа С большим Освещенным Окном Он Привязал Лошадь К лозинке Против окна Взбежал На крыльцо Толкнул Дверь В темные Холодные Сени Потом В комнату Учительницы Как чудесно Было У нее Пахло Натопленной Печкой Духами На столе Мягко Горела Лампочка Под фаянсовым Важуром Сама Она Радовала Здоровой Прелестью Своих Восемнадцати Лет У нее Был Живой Точно Что-то Ожидающий Взгляд И влажно Блестящие Зубы Большие Черные Глаза За черными Ресницами Имели Что-то Гробовое И вместе С тем Были налиты Молодой Животной Теплотой Груди Туго Круглились Под коричневым Платьем Крепко Подвитые Черные Волосы Отливали Глянцем Она Пришла В восхищение От его Неожиданного Приезда Тотчас Уставила Стол Тарелочками С орехами Пастилой Мармеладом Говорила Быстро Спеша Прелестно Картавя Он Жадностью Смотрел На ее Руки В которых Она Ловко И сильно Трещала Орехами Давя Их Один На Другой Обонял Ее Теплое Молодое Дыхание Запах Подпаленных Щипцами Волос И Головной Плоти Когда Она К нему Наклонялась Кладя Перед Ним Очищенные Ореховые Ядра Поеду К ней Подумал Он Вспомни Все Это И сбросил Ноги С тахты Взглянув На часы Было Два Часа В доме Было Тихо Спала После Обеда Глашка Тоже Верно Заснула Он Посидел Волнуясь Думая Пойти Глашке Или Нет Страстно Хотелось Пойти И Жутко Было В доме Недуши Мама Спит Глашка Лежит Там Одна Самое Ужасное Было То Что Она Лицом Похожа Была На Нее Глашу Нанялись Месяц Тому Назад Она Приехала Из Города Служила Там Горничной Она Была Деревенская Но Теперь После Зимы В Городе Держалась Не По-деревенски И Потому Ее Устроили Не В пример Прежним Горничным Ее Поселили В Комнатке В конце Коридора Возле Заднего Крыльца Там Ей Поставили Железную Кровать С Высокой Периной Голубым Одеялом Подушки Покрыла Накидкой С кружевами По краям На умывальнике Устроила Нечто Вроде Туалета С разными Флакончиками И коробочками И вся Комнатка Стала Развратно Пахнуть Сладостью Дешевого Мыла И розовой Пудры Вот Наняла Да боюсь Что обокрадет И уйдет Сказала мама Когда он Приехал Из Москвы Вскоре После того Глажка Говела В церковь Ходила В модной Жакетке С черной Бархаткой На шее С зонтиком В перчатках Маленькая Головка Ее С завитыми На лбу Кудряшками Была Порочно Красива Она Да и только Раз она Убирала Его спальню Все делая Неспеша С ленивой Грацией Мутной Улыбкой Он Вошел Она Подметая Медленно Сказала Кося Глаза На его Кровать А хорошо Б на этой Постели Поспать С кем Пошутил Он Да Одной Одной Скучно Приходи Ко мне Она Ответила Не поднимая Глаз Что ж Можно Врешь Не придешь Божиться Не стану Ночью Он Долго Гулял По Холодному Голому Саду При Свете Невысокой Луны Вернувшись В дом Заснул В кабинете Не раздеваясь И Тотчас Увидал Себя В Крыму Где он Никогда Не был Это Было Что-то Вроде Алубки С ее Парком И дворцом Который Он Видел На Открытках Парк Спускался К самому Морю Море Была Крупная Зеленая Шумелая От него Шла Вечерняя Свежесть И Она Та Которую Он Так Горько Полюбил Москве Выбежала Из волн Вся Голая Сжавшись Стыдливо Согнувшись И он Видел И чувствовал Все ее Тело Его Упругость То Что Оно Мокро Холодно И Крепко Видел И чувствовал С той Разительной Остротой Которая Бывает Только Во сне Он Очнулся Возбужденный И на цыпочках Пошел По темному Коридору Глашки У нее Горела Свеча Она На спине Спала Под своим Стеганым Одеялом Свет Свечи Блестел На ее Кукольном Лице С закрытыми Глазами Когда он Сел К ней На постель Она Открыла Глаза Бессмысленно Посмотрела И ничего Не поняв Повернулась Набок Он Стал целовать Отворот К дому Шла Бросая Собакам Кусочки Хлеба Ганька Со своей Подругой Машкой Рядом С Машкой Высокой Костлявой С грубым Худым Лицом Маленькая Ганька Казалась Особенно Мила Они Вошли В прихожую Он Вышел К ним Видно Было Что Им Обе Им Неловко У Машки Это Сказывалось В том Что Она Сердит Хмурилась А у Ганьки В смущенной Ласковой Улыбке С Квитками Пришли Спросил Он Вспомнив Что Они Неделю Тому Назад Работали В усадьбе На Поденщине Мам Нету Дома Он Попытался Завести Шутливый Разговор Ганька Отвечал На Все Поспешно Сама Не Понимая Что Говорит С Этой Все Дрожащей На Губах Улыбкой Совсем Еще Девчонка Подумал На Который Навел Его Михайло Машка Вам Все Дело За Один Целковый Обработает Сказал Он На Ганьке Был Новый Ситцевый Желтый Платок С Красными Глазками Новая Из Черного Крестьянского Сукна Куртка Новая Ситцевая Пестренькая Юбка И Новые Башмаки С Подковками Идя В усадьбу Девки Всегда Наряжаются Ганькин Двор Был Самый Нищий Во Всем Селе Каких Трудов Стоило Ей Справить На Свои Заработки Весь Этот Наряд И Совсем Еще Девочка И Как Бо Я Мог Любить Ее Волнуясь Он Встал С Тахты Прошел По Пустому Дому Надел В Прихожей Синюю Поддевку И Студенческий Картуз Взял Нагайку И Вышел На Крыльцо Вороной Жеребец Ждал Его Он Легко Вскинул Себя В седло И Крупным Шагом Поехал Не к Учительнице А через Сад По Голой Липовой Аллее Солнце Было Сзади Впролет Между Деревьев Впереди Видно Было Солнечное Поле Желтая Равнина Прошлогоднего Жневья Выехав Туда Он Рысью Погнал Жеребца Целиком На Дубовый Верх На Осиревший На Горизонте Ах Что За День Солнечный Зною Мешается С Острой Свежестью Зернистого Снега Еще Дотлевающего Кое-где На Влажной Земле Среди Мертвого Жневья Все Вокруг Вольно Просторно Пуст И До Боли В Глазах Светло Дубовый Верх Тихий Неподвижный Обнял При Въезде В него Совсем Жарким Теплом И Сладковатым Запахом Прошлогоднего Дубового Листа Весь Еще Раздетый Скорявыми Сучьями Верхушек Сквозящих На Мучительно Нежном Бледно-голубом Апрельском Небе Лес Казался Маленьким Виден Был И С Конца В Конец Он Перевел Жеребца На Голоб По Дороге К лесному Разлужью Шумно Шурша Коричневой Листвой Которой Она Была Глубоко Засыпана На Спуске Вовраге Из Сухих Кустарников Стреском Вырвался Вальшнеп Над Разлужьем Высоко В небе Парили Ястреба Весна Проскакав Разлужье Голобом Поднявшись На Пригорок Широкому Дубу Одинокой Великолепно Красовавшемуся На нем Он Спрыгнул С седла Привязал Жеребца К ветке Дуба И Упал На Гретую Листву Под ним Закрыв Помутившиеся От Слез Глаза Уже Ястреба Прилетели Он Взглянул Вверх Да Вон Он Высоко Высоко Стоит В этом Прелестном Небе Повис Дрожит Распластав Острые Крылышки Весь Трепещет Остро Смотрит Вниз Если бы Револьвер Один удар Как раз В сердце Вот Тут Через Эту Синю Поддевку И Всему Конец В середине Апреля Теплым И Неподвижным Утром Он Подъехал Верхом К раскрытому Окно Учительницы Крикнул Неловко Усмехаясь Уже Окно Выставили Она Тотчас Показалась В окне Праздничная Необычная Для деревни В шелковой Белой Блузке В черной Шляпке С черной Сквозной Вуалькой До половины Лица Можно вагоне. Она загадочно посмотрела на него, еще более увеличивая эту внезапную близость между ними. — Ну, так и быть, возьму, — ответила она, точно уже получив какую-то власть над ним. — Так я заеду за вами? — Да я уж мужика наняла. — Ну вот, мужика, такая нарядная и вдруг на телеге. — Кого вы наняли? Терентия? — Я заеду к нему, откажу и дам полтинник. Он с ума сойдет от радости. — Да нет, это все как-то так неожиданно, странно. Вдруг едем вместе? То-то и хорошо, что вместе. Нет, я непременно заеду. Она не сумела сдержать себя. — Ну так смотрите же, не опоздайте. Поезд идет ровно в пять. Он весело засмеялся. — Так что же вы так рано оделись? Она прелестно смутилась, трогательно ответила. — Да Терентий сказал, что после обеда ему нельзя ехать. Ему нынче надо еще свинью куда-то везти. — Отомчу вас, — говорит, — вернусь и еще свиньей управиться поспею. — Это замечательно. Отомчу вас, потом свинью, а вам ждать на станции целых пять часов. Что ж, я посидел до поезда в дамской комнате. И все из-за свиньи. Тут засмеялась и она, необыкновенно звонко, с наслаждением. Он дернул лошадь ближе к окну, схватил ее руку и прижал к своим губам. — Это уже мародерство, — сказала она, особенно прелестно картавя. — Боже мой, думал он, скача домой, неужели, наконец, освобождение? У своего крыльца он помедлил слезать с лошади, глядя в сад, слушая. Все мягко туманилось. В саду блаженно и изысканно выводили свои сладкие переливы черной дрозды. Разноцветные девки ходили с граблями и метлами по аллее, расчищая ее, наметая в кучу прошлогоднюю листву. На деревне протяжно и стомно перекликались петухи. Но когда он вошел в дом, ему сразу бросилась в глаза валявшаяся на лавке открытка. С почты приехали без него. Он схватил ее. Да, от нее. Всегда так бросишь ждать, мучиться, и вдруг вот оно. Но на обороте открытки оказалось только два пошлых слова «Привет из Москвы» и даже без подписи. Насмешка или просто глупость. Он в клочки разорвал открытку, прошел в кабинет и с отвращением к себе, к своей жалкой любви, к своим мукам и воспоминаниям, ничком лег на тахту. Нет, освобождения нет и не будет. Заменить ее все-таки никто не может. В дороге опять нашел на него обман. Счастье сидеть плечом к плечу с нарядной, пахнущей духами девушкой, уже как будто втайне соглашающейся с ним на что-то самое дивное в мире. Он говорил, что попал, опять смешил ее Терентием, держал ее левую руку, обтянутую черной лайковой перчаткой, и она не отнимала руки. «Можно поцеловать хоть перчатку?» Она приложила палец к губам, сделала строгое лицо, кивнула на спину кучера. Он в ответ так сжал ее руку, что она с гримасой болен, но с явным удовольствием легонько вскрикнула «Ай!». На станции он побежал вперед, купил два билета второго класса. Потом, когда стал подходить поезд, на ходу вскочил в вагон, тотчас нашел пустое купе и ввел ее туда, очень польщенную его заботливостью и непривычной роскошью путешествия. Потом они молча сидели рядом, переглядываясь и обмениваясь странными улыбками. «Вы всегда ездите во втором классе?» — крикнула она сквозь стук колес, несшиеся в открытое окно, в которое бил вечерний полевой ветер. «Что?» — крикнул он, растягивая рот в счастливую улыбку. «Я в первый раз в жизни!» — крикнула она. Вдали за голыми полями садилось солнце, бросая на них красный свет. Колеса, ладно, грохотали в свежеющем воздухе. Он опять взял ее руку, она не отняла ее, только отвернулась, глядя в окно. «Ну вот и приехали», — тихо сказала она, когда поезд стал подходить к городскому вокзалу мимо уже зажженных станционных фонарей. «Вы куда?» — спросил он, выходя за ней из вокзала и со страхом думая, что сейчас останется один. «На Покровскую к подруге». «Завтра я увижу вас?» — она подумала. «Да. В городском саду, в одиннадцать. Там в это время никого не встретишь. В главной аллее с десяти буду ждать. А теперь я поеду одна. Да, прощайте». Он посадил ее в разбитую провисшую извочечью пролетку, слабо пожал ее руку. Она обернулась, отъезжая. Мелькнули в сумерках ее черные глаза за сквозной вуалькой. Он ночевал в первых попавшихся номерах. Как вошел, сразу разделся и лег на железную кровать с калинкоровой простынкой, тяжелой, как камень, подушкой, набитой крупными трещащими под головой перьями. И проснулся в шесть утра. За дверью еще сонно шаркала половая щетка. Он выглянул в узкий коридор, озаренный желтым ранним солнцем. Заказал горничной с сухими волосами и желистой шеей, которая мила в коридоре самовар. Надо было убить бесконечное время до одиннадцати. Он вышел, пошел, куда глаза глядят. Утро опять было теплое, мягкое. Мирный, мерный звон колоколов, тишина за заборами сады, ветви деревьев в почках. Господи! Избавь меня от нее, думал он, шагая. Как я буду опять счастлив! По глухой садовой улице он пришел к обрыву над рекой, замкнутому древней приземистой церковкой. Тупик, сады за заборами, деревянные домишки в три окна, золотой крест над куполом мягко мерцает, тает в теплом воздухе. Церковные двери были раскрыты, он крестясь вошел. Низкие своды, недуши, холодок и старый сложный церковный запах. Голые низкие стены выкрашены синий, как сахарная бумага, краской. В куполе светло, снизу синевато, сумрачно. Алтарь грубо блещет. В прорези золотокованных царских врат сквозит красный шелк завесы. Он поднялся на ступени Амвона, подошел к чудотворной иконе возле северных дверей алтаря. Она была из толстого темного дерева на бархатной вишневой подкладке, и вся цветисто пестрела, замерцавшей перед ней лампадкой, темное серебро оклада. На окладе множество поддельных драгоценных камней, висят образки и ленты, оловянные сердца, руки и ноги, исцеленные части тела. Он встал на колени, припал лбом к полу, напрягая все свои душевные и телесные силы на безмолвную мольбу. Господи, помоги, спаси и помоги, возврати мне ее, все-таки не могу я без нее. В городском саду он без конца и все быстрее и быстрее ходил взад и вперед по главной аллее. Парило, собирались, чадили и густели облака. Сердце замирало и от заходящей грозы, и от оскорбительной тоски напрасного ожидания. Прошло полчаса, час, в аллее все никто не показывался. Грубый обман. Ильей почему-нибудь никак нельзя было прийти. Он еще раз взглянул на часы уже половина первого. Какое счастье, что есть поезд домой в половине второго. Он кинулся вон из сада, на все лады проклиная себя за все те дурацкие планы, которые он строил на этот день. Вечерело тихо, печально, сумрачно. Он шел по своему саду, сладко и болезненно чувствуя. Ночью будет первый обильный дождь, животворный, весенний. Все серо и голо, грифельный осинник за шалашом в овраге, засыпан гниющей листвой. Он пошел целиком сквозь осинник, скользя по ней. В большом пне над оврагом еще лежал налитый водой раскисший снег. Во овраге лился, булькал из буерака в буерак с уступа на уступ паводок. Он перепрыгнул через него, выбежал покруче другого бока к соломенному валу, перелез через него как раз на задворке Машкиного двора, прошел между ним и другим двором, вышел на темнеющую деревенскую улицу и остановился перед Машкиной избой. Она была крайняя, была особенно бедна и черна, с прогнившей, с седлом проломившейся крышей, и заглянул в полуразбитое окошечко. Машка, высокая, костлявая, в желтом ситцевом платье, стояла, глядясь в зеркальце. На улице никого не было, но он все-таки нырнул в сенце воровски, быстро отворил две резьбы и быстро запер за собой. — Ты одна? — спросил он в полголоса. Она ничуть не удивилась его внезапному появлению, ответила просто и невнимательно, продолжая глядеться. — Одна! Брат уехал в Петрищево. Батюшка по соседям сумерничает. Положив зеркальце на стол, она смахнула подолом с лавки. Он сел, не снимая картуза. Она тоже села с другого боку стола. Ее желтое платье было подпоясано по широкой худой талии глинцевитым черным ремнем, скуластые щеки натертые румянами и стеарином. Румяна были грубого малинового цвета, стеарин — мертвого свинцового. — Куда это убралась? — спросил он. Она усмехнулась. — Да никуда. Так, от скуки. — Послушай, — сказал он, помолчав. — Слушаю. — Давай о деле поговорим. — Говорите. Знаю ваши думки. — Да ты про что? — Про Ганьку, небось. — Ну да. Как же ты думаешь? Согласится? А как же она не согласится? Нынче не то, что по городам. По деревням ни одной чистой не осталось. Может, отца побоится, сказала она насмешливо. — Папа, у ней строгий. Ну, как же все это обделать? — спросил он, мысленно ужасаясь своей подлости. — Да уж, обделаю. Совсем стемнело, в дыру окошечка стала пахнуть откуда-то молодой травой и навозом из коровника. Он замолчал, опустив голову. Она подождала и поднялась. Ну, идите, а то не равно батюшка придет. Он тоже поднялся и взял ее за талию. Она усмехнулась. — Ай, вы в меня влюбились. Нет, я для вас неподходящая. Ишь вы какой длинный, слабосильный. Да я в десятеро сильнее тебя. Куда вам со мной? Я вас замотаю. Послушай, я серьезно. Я не из-за Ганьки пришел, это только придирка. Приходи завтра под вечер в шалаш в нашем саду. Да и я про Ганьку только болтала. Давно вас насквозь вижу. Ну, так как же? — спросил он, замирая. — Завтра как корову подаю, так приду. — Девятое марта 1938 года. — Местраль. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Век мой, господи, ничто не только пред тобою, но и предо мною самим. Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь, кажется, скоро рассвет. Но затем опять видишь ту же черную тьму. Слышишь, как жадно несется наружу Местраль, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул еще ночные, полночные. Привычно, подняв руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы. Час самый мертвый. От света все вокруг стало проще. Шум и гул отделились от дома, и спокойно стоит освещенный куб спальни. Безучастно блестит зеркало против меня над камином. В зеркало углубленно уходит вторая спальня, что во всем подобно первой, будучи только ниже и меньше ее. Там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю. И я в этом старом чужом доме. Лежит на приподнятой подушке худое лицо. Видны под светом падающим сверху темные впадины глаз. Виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах. «Потом я опять поднимаю руку, и опять только гулая тьма, в которой всю дуреет что-то как бы светящееся. Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани. Пора сходить». «Итак, было будто бы время, когда я всходил на корабль, юный, беспечный, ни о какой гавани не думающий. Где же оно, это время? Вот только моя мысль о нем. «Ничтожна жизнь каждого, ничтожен каждый край земли. Немного уже осталось тебе. Живи, как на горе, как с горы обозревай земное. Сборище, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерть». «Я мысленно вижу Прованс, по которому мчится Местраль с дикой жаждой сокрушения всего человеческого временного. Вижу весь этот древний край, сейчас спящий, пустой, со всеми его горами и долинами, с белеющими в лихорадочном блеске звезд дорогами, все теми же, что в те легендарные римские дни, когда миром правил тот, кто в какой-то стране квадов в часы своего ночного одиночества писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней, стран и веков». В глухих провансальских селениях, первобытно прекрасных в своей дикости, пахнущих как бы пастушеским дымом, въевшимся в камень и глину жилища очагов, народ говорит, что «мол» — есть создание вещи, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир, и что до рассвета стоит он такие ночи в своем темном, холодном, насквозь продуваемом стойле с открытыми глазами, ни на миг не ослабляя слуха и внимания к работе Мистраля. Он верно тоже видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространство тех римских времен, кажущихся мне и моими собственными. Снова прихожу в себя в той же темноте, но в неожиданном глубоком спокойствии. Всюду немота, молчание, бури точно не было. Я встаю, неслышно забегаю в прихожую, отворяю наружную дверь, свежесть ночного воздуха, терраса и пальмы над ней, сад по уступам внизу, и уже неподвижное в белой звездной россыпи небо. Всюду предрассветное ничто. За домом, над темной лесистой горой, есть уже что-то затаенное, обещающее, чуть светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую ввысь. Но нигде еще нет ни единого признака жизни. Округлые, от верхушки во все стороны, раскинутые ваи пальм, мертво висят черными клешнями. Ниже над садом, подо мной, над его скромно сиреющими оливами, черно простираются плоские громады широковетвистых пиней. Впереди, в далекой глубине, за ними чуть различимо сквозь сумрак, ночное печальное лоно долин. Еще дальше — сонная холодная туманность. Белеса застыло дыхание моря. К западу тучей означаются в небе хребты Эстереля и мор. К востоку темнеет горб Антипского мыса, и таинственно и мирно с промежутками зорко прядает там на горбе белый огонь маяка. Но вот он вдруг гаснет, небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное, и где-то внизу подо мной на какой-то ферме кричит первый рассветный петух, еще сквозь сон, несознательно, но уже задирчиво, с напрягающимся, хриплым клёкотом двух разных голосов. «Еще одно мое утро на земле». 1944 год. Пророк Осия. В Иудее показывали мне немало легендарных мест. Вот пещера, где скрывался пророк Иеремия, вот развалины дома, в котором жил пророк Осия. Начало слова Господняк Осии. «И сказал Господь Осии, иди возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступившая от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Девлаима. Придержав верховой лошадь, проводник говорил, вот здесь жил пророк Осия. И я смотрел на груду неотесанных серых камней, развалившийся остов в первобытной хижине, проросшей огромным кактусом, под которым торчали кое-где края разбитых черепков. Уже ли и впрямь тысячелетия тому назад жили они тут, Осия и Гомерь? И долго я стоял в оцепенении, думая о нем и о ней, глядя на безобразно завалившиеся камни, на толстые усато-колючие лопасти кактуса, цветшего своим ядовитым желтым цветком. Книга Осии одна из самых невразумительных и наиболее забытая из пророческих книг, но история его личной жизни, будь она написана, не уступила бы, может быть, ни с чем не сравненной книге Русь, ибо по преданию пророка Осию сделала пророком. Семейное горе. Гомерь была совсем девочкой, а он был уже не молод. Он был целомудрен, задумчив, грустен, а она, невзирая на свое детство, была безмерная блудница. ГОСПОДИН ПОРОГОВ Или я же, муж косматый, припоясанный ремнем по чреслам своим, изыдя накормил и преклонись на землю, и положи лице свое между коленами своими, и рече отрочищу своему, взыди и воззри на пути морские. И вот Бог дал мне высокую радость видеть воочию те пути морские, синие хлябьи, уходившие вдаль от подножий кормила. Видел я в те счастливые годы и великий некрополь Египта, разваленных храмов и богов его, их прямые спокойные позы, знак долголетия неизменности. Видел на далеком пути к Суану пещеру святого Антония, знойно-сонный Нил в ложе мертвых пустынь, знойно-желтый обрывы скал отсвечивающих в Ниле, и эту пещеру, один из несметных египетских могильников. Там с восторгом думал я о том, что в дни Антония волосатые фиваидские отшельники созывали друг друга на молитву из этих пещер-могильников звуком коровьего рога. За Суаном видел я малый остров Изиды и два храма ее, дальше черную Нубию и пороги нильские. И там думал о первом из нильских богов, имя коего было? Господин Порогов. Он не чудился там, в этом страшном царстве египетского юга, в вечном молчании его светоносных полдней, всюду незримо сущим и живым, диким, нагим чернокожим исполином, со взором, блестящим, как черный алмаз, с волосами и сушенными, и закурчавленными солнцем. Три рубля В тот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге часу в девятом. Было еще жарко, от туч сумрачно надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло, дорога впереди на мгновенье озарилась золотом, где-то прокатился гром и крупными звездами зашлепал по пыли и пролетке быстрый редкий дождь, тотчас же прекратившийся. Потом пролетка, сорвавшись под изволок с мягкой дороги, задребезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико чернели и металлически пахли городские кузни. На дороге в гору горел запаленный керосиновый фонарь. В гостинице Воробьева, лучший в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми клинкоровыми занавесками был горяч, как в печи. Я приказал коридорному отварить окна настежь, принести самовар и поскорее подошел к окну. В комнате дышать было нечем. За окном уже чернела темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился точно по ухабам гул грома. И помню, я подумал, да чего ничтожный городишко, что даже непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочется, трясается мрачное невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстух, услыхал, как влетел самоваром на подносе коридорный и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул, кроме самовара, полоскательницы, стаканы и тарелки с булкой. На подносе была еще чашка. А чашка зачем, спросил я, коридорный ответил, заиграв глазами. Там вас одна барышня спрашивает, Борис Петрович. Какая барышня? Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся. Понятно, какая. Очень просила впустить, обещала рубль на чай, если хорошо заработает. Видела, как вы подъехали. Из уличных, значит? Ясное дело. Таких у нас никогда незаметно было. Приезжие обыкновенно за барышнями Кань Матве вне посылают, а тут друг какая-то сама входит. Ростом замечательная и вроде гимназистки. Я подумал о скучном вечере, который пристал мне и сказал, это забавно, впусти ее. Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали. Я с удивлением увидал, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязанными шагами больших ног, в старых холщовых туфлях. Вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку. Вот шла и забрела на огонек к вам, с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза. Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал, я слегка растерялся и ответил не в меру весело. Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить. За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко. Гром прокатился где-то близко и предостерегающе, в комнату пахнуло ветром, я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стрижные волосы продолговатой загорелой рукой. Волосы у нее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое, в веснушках, губы полные и сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извинить, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила, сколько вы можете заплатить? Я опять ответил, сделанной беспечностью, успеем еще сговориться, выпьем прежде чайку. Нет, сказала она, хмурясь, я должна знать условия. Я меньше трех рублей не беру. Три, так три, сказал я с той же глупой беспечностью. Вы шутите, спросила она строго, нисколько, ответил я, думая, напою ее чаем, дам три рубля и выпровожу с Богом. Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана. Я подумал, глядя на ее бескровные сиреневые губы, что она, верно, голодна, подал ей чашку чаю и тарелку с булкой, сел на диван и тронул ее за руку. Кушайте, пожалуйста. Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрел на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думая, что дело все больше принимает нелепые обороты, спросил, вы здешняя? Она помотала головой, запивая булку, нет, дальняя, и опять замолчала. Потом стряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня. Я пойду раздеваться. Это было неожиданнее всего. Я хотел что-то сказать, но она повелительно перебила меня. Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах. И пошла за перегородку. Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире сверкать молнии, будто стараясь поглубже заглянуть в комнату, и все настойчивее катились сотрясающие гулы. Повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю, и уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или соврать, что у меня страшно разболелась голова, но она громко сказала из-за перегородки «Идите». Я опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели, она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспамятстве растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной коротенькой и заношенной сорочке. Она едва успела поймать голой рукой деревянную грушу над изголовьем и потушить свет. Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низвергавшегося в черном мраке на мертвый город вместе с ярким и быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними ударами грома, думал, вдыхая дождевую свежесть, смешанную с запахами города накаленного за день. Да, непонятное соединение, это жалкое захолустье, это божественно грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие. И все больше удивился и ужасался. Как же это я все-таки не понял до конца с кем я имею дело? И почему она решилась продать за три рубля свою девственность? Да, девственность. Она окликнула меня. Закройте окно, очень шумит, и подите ко мне. Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя руку, стал говорить «Простите, простите меня». Она бесстрастно спросила «Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?» Я поспешно ответил «Нет, нет, не сумасшедшая. Я только думал, что вы еще малоопытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье». «Зачем?» «Чтобы казаться невиннее, привлекательнее». «Нет, я этого не знала. У меня просто нет другого платья. Я только нынешней весной кончил гимназию. Тут внезапно умер папа. Мама умерла давно. Я из Новочеркасск приехала сюда, думала найти тут через одного нашего родственника работу, остановилась у него, а он стал приставать ко мне, и я ударила его, и все ночевала на скамейках в городском саду. Я думала, что умру, когда вошла к вам, а тут еще увидала, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня. «Да, я попал в глупое положение», сказал я. «Я согласился впустить вас просто так от скуки. Я с проститутками никогда не имел дела, я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка, я угощу ее чаем, поболтаю, пожучу с ней, потом просто подарю ей два-три рубля». Да. Вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно три рубля, три рубля, а вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю. Ничего не понимал и я. Темнота, шум ливня за окнами, возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю даже имени. Потом эти чувства, что с каждой минутой все неудержимее растут во мне к ней, я с трудом выговорил. «Чего вы не понимаете?» Она не ответила. Я вдруг зажег свет, передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой на мое плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженно и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело, вспустившись со сплеча заношенной сорочки. С безумием жалости и нежности увидал ее пропыленные смуглые девичьи ступни. Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом. Она с голоду допивала холодный чай, оставшийся с вечера и доедала булку, и все целовали друг другу руки. Она осталась в гостинице, я съездил в деревню, и на другой день мы уехали с ней на минеральные воды. Осень мы хотели провести в Москве, но осень и зиму провели в Ялте, она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло криозотом, а весной я схоронил ее. Ялтинское кладбище на высоком холме, и с него далеко видно море, а из города кресты и памятники, и среди них верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его. Бог милосердно избавил меня от этого. 1944 год Крем Леодор Послушай, говорит он, сдвигая брови, так дальше продолжаться не может. Я давно хотел поговорить с тобой серьезно. Щелкнув плоским золотым портсигаром, закуривает новую папиросу, швырнув окурок в камин. Она в японской прическе в цветистом кимоно полулежит на атласных подушках на таманке, сбросив на ковер соломенные сандалии и подобрав под себя босые ноги, показывая голые блестящие коленки под короткой точно детской розовой сорочкой, мягко выгнув талию, отставив овальный зад, просматривает объявление в газете «Харбинская заря» и отвечает, не поднимая глаз, «Я слушаю». Он, прислоняясь к камину, отрывисто затягиваясь и тревожными сумасшедшими глазами, то и дело взглядывая назад в зеркало над камином, начинает говорить страстно, старательно, книжно, выделяясь запятые, предаточные предложения. Она иногда взмахивает на него пушистыми детскими ресницами синих ангельских глаз, но все смотрит в кость на газету. Вышел в свет новый роман Марка Долинского «Маскарад чувств», около четырех страниц убористой печати. В этом романе талантливый автор смело подходит к щекотливой теме «Жена или любовница», сочными мазками давая яркий образ героя, запутавшегося в противоречиях душевных эмоций и звериного зова разнузданной плоти. «Я прошу тебя слушать», говорит он резко и громко, «брось газету». Я все прекрасно слышу, только я совершенно не понимаю, какая муха тебя укусила. Эта муха кусает меня с самого приезда нашего в Париж. Еще в Хорбине я не раз говорил тебе совершенно определенно. Совместная жизнь, налагающая как на мужчину, так и на женщину, известные обязательства, повелительно требует... Она встряхивает стриженной и подвитой головой и опять косит глаза. Красивые руки нежного матого оттенка легко приобретаются, ухаживая за ними кремом Леодор. Этот крем с чудесным запахом цветов поможет каждой элегантной женщине оставаться победительницей, отвечая всем требованиям, которые ставятся к современным средствам ухода за красотой. Потом, не глядя на него, говорит как можно естественнее. Я все-таки не могу понять, что ты хочешь от меня. Какие еще обязательства нужны тебе? Я не виновата, что кто-то как-то смотрит на меня. Он опять швыряет окурок, опять щелкает портсигаром и полоумно взглядывает назад в зеркало. Лицо, на мгновение отразившееся в зеркале, кажется ей кривым, как всякое отражение чужого лица. Это ей смешно, но она тупо и грустно продолжает. Я не виновата, что ты всюду и всегда, он запальчиво перебивает, виновата или не виновата, но я знаю одно, то, что этот прохвост позволяет себе обращаться с тобой, как к своей... Я заявляю тебе последний раз. Она опять косится. Издательство Пропелее только что выпустило в продажу роскошно изданный содержательный труд известного германского ученого доктора Адольфа Кайзера «Техника любви», который, несомненно, явится настольной книгой для всякого живущего сексуальной жизнью и пытающегося познать ее в самых сокровенных формах и проявлениях со множеством пикантных иллюстраций тексте на лучшей меловой бумаге. Труд этот поднял Германии целую революцию и разошелся в громадном количестве экземпляров, представляя собой целую симфонию оттенков страсти. Он решительно застегивает пиджак, сверкая глазами. Я твердо говорю в последний раз. Если ты... Она вдруг вскакивает, забрасывая с от таманки толстенькие ноги с золотыми ногтями и жалобно вскрикивает тонким голосом. Ты запутался в противоречиях разнузданного зова. Оставь меня ради бога в покое. 1944 год. Памятный бал. Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах. Но все мне казалось в тот вечер особенным. Это все увеличивающийся к полночи нарядное возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти все покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующие гремевшие с хор. Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда. Она накануне сказала мне, что приедет в двенадцать и настолько рассеянной, что меня поминутно толкали входящие в зал и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей наконец что-то последнее решительное, было и на мне все уже горячее, фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладкопричесанные волосы, только лоб в поту был холоден как лед, я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его казавшуюся вероятно гробовой надрез к черными глазами. Все было обострено во мне, я уж давно был болен любовью к ней, как-то волшебно боялся ее, породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером. И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, оказалось ровно двенадцать, и кинулся вниз по лестнице навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы, откуда ни слой пронизывало морозным холодом всего меня сквозь фраг, легкость и тонкость которого еще так непривычно была всегда для меня после мундира. Сбежал я, несмотря на толпу с необыкновенной быстротой и ловкостью, и все-таки опоздал. Она стояла среди вновь приехавших и раздевавшихся уже в одном черном кружевном платье с обнаженными плечами и накинутом на высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестяясь под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белые длинные до круглого локтя перчатки. Я от страха едва коснулся губами перчатки. Она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице. Я вел ее, как что-то священное. Наконец, зачем-то спросил пересохшими губами. «Вы нынче танцуете?» Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди не в меру кратко. «Не танцую». И, пройдя в зал, осталось стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой. Боясь, что потом может и не представиться у удобной минуты, вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горячности. И она к великой моей радости слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страусовых перьев. «Я знаю», говорил я с безразличным лицом, но все горячее и поспешнее, мучительно сдерживая дрожащую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть, только делая вид, что занята танцующими. «Я знаю», говорил я, уже не веря своим словам, что я не смею ни на что надеяться, «вот вы нынче даже не позволили мне заехать за вами». Тут она все так же не глядя на меня безразлично заметила, «мой кучер прекрасно знает дорогу сюда». Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивее. «Да, я ничего не жду, с меня довольный и того, что вот я стою возле вас, имею жалкое счастье высказать вам наконец полностью все то, что я так долго не договаривала». «Уж одно это», бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в плинках пудры и с разреза губ, «уже только это одно». Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее брызганное веснушками личико и торопливо положил в корзиночку пятьдесят рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела и побежала дальше. «Я хотел продолжать, но не успел», заговорила и она наконец. «Как надоела мне эта фарфоровая дура, ни один бал без нее не обходится», сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и, глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером грузином. «Жаль, что вы не взяли ландышей, я бы сохранила их на память о нынешнем бале». «Впрочем, он и так будет памятен мне». Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил «памятен». Она слегка повернула ко мне голову. «Да, я уже не раз слышала ваше признание, но нынче вы имели, как вы выразились, жалкое счастье высказаться наконец полностью относительно своих чувств ко мне. Так вот, нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже полностью возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви, но что может быть несноснее, нестерпимее ее, когда не любишь сама. Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя. Вы подозревали, что я в кого-то влюблена и потому так холодна и безжалостна к вам. Да, я влюблена, не знаете в кого, в моего столь презираемого вами супруга. Подумать только, ровно вдвое старше меня, до сих пор первой пьяницы во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб, как унтер, днюет и ночует у какой-то распутной венгерки. А вот поди ж влюблена. Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обойти какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки шапокляком за спину немолодого господина, грубого и крупного в просторном поношенном фраке в прическе а-ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожавшей руке тонкая высокая девушка в бледно-розовом газовом платье, невнятно, мертво, закрываясь веером, выговорила завтра в четыре и Алла покраснев скрылась в толпе. Он все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапокляком самодовольную смешкой прикрыл глаза в знак того, что слышал ее. Я дерзко шагнул к нему и, замирая от бешеной зависти, раздельно сказал, как заправский скандалист, милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь. Он удивленно поднял брови. Что с вами? И с кем я имею честь? Я запальчиво перебил его. Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и что я вызываю вас. Он сдвинул ноги, выпрямился. Вы пьяны? Вы сумасшедший? Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, задыхаясь торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз. Вызова с его стороны, конечно, не последовало. 29 апреля 1944 года Ловчий В людской избе на большой печи в сумраке зимую лето лежал Леонтий, длинный, невероятно худой, заросший седой щетиной бороды, бывший бабушкин повар. В летние дни в людской часто бывало пусто, один Леонтий лежал на печи. На столе были прикрыты редном черные хлебы. Я приходил, садился на лавку, отламывал корку, солил и ел. А Леонтий лежал и говорил, да, Борчук, не всегда так лежал, мусором голову пересыпал, не всегда и поваром был. Я у вашего дедушки по бабушке, у Петра Алексеевича Чемодурова, ловчим был, стаи правил. Стая собак? Так точно, не телят же. Был сперва простым доезжачим, борзых, значит, вел, а вследствие времени ловчим стал. А ведь это вам не книжку прочесть, тут даже простого русака следите, то надо ум иметь. Вот хоть взять охотничий подклик, тут не одно хайло нужно, тут кураж нужен, а я бывала как над дамом, ой, так весь лес дроганет. А прежде того был дедушка ваш охотник смертный забзятый, ему угодить не всякий мог. Была у него заветная наложница, девка именем Малашка, я потом расскажу вам как-нибудь, как я из-за нее погиб, попал под страшный сиркуб. Уж как он людей своих терзал, да чего неприступен был, а эта Малашка просто веревки из него вела. Он за нежное ее притворство на все был готов, она мне, Леонтий, миля и всех на свете, так прямо говаривал мне. Я ему в ответ, что не может того быть, что мол, это вы только замысловат шутить изволите, а он мне еще тверже того. Нет, не шучу, и ты изволь слушать меня с примечанием. Ну, а я все противных мыслей был, все думал про себя. Погодите, погодите, сударь, покажет она вам себя в некий срок, ведь носу слепив не узнаешь, ведь сейчас-то она пока девчонка, а вот как станет в лета обходить. Они же между тем вдаль своей мечты не простирали, мол, когда это еще будет. Мы такое заведение имели, после осенних охот был у нас завсегда большой публичный стол. Так что ж вы думаете, они эту девку с гостями сажали? Ну, а после малашки насчет охоты с ума сходили, охоту держали мы истинно знаменитую, так собаку любить, как дедушка любили, никто во вселенной не мог. Они всякую охоту обожали, и ла ша с оле в рье и о шьен куран, охота с борзой, с гончей, иной раз интересовались даже и мокрой, а весной по брызгам. А, скажешь, сударь, стоит, мертво, подает, отлично, они опять изволят ко мне приставать, нет, ты скажи мне, пожалуй, хорошенько, что ты точно думаешь, да что ж, говорю, могу я точно думать, не возьмите во гнев, не могу я ни понтера, ни сетера, ни легавую любить, из какого гнезда не будь, как из гнезда, а это всегда так, сударь, говорилось, из дурного гнезда собака, из хорошего гнезда собака, из какой фамилии, значит, а как еще говорилось, да мало ли как, теперь так уж не могут говорить, ну, скажи что-нибудь, да что ж не к делу говорить, это подобно тому, как песню петь не кстати, вот была к примеру сказать самая главная песня у нас, лучше этой песни на мой взгляд на свете нет, а петь ее надо было тоже ко времени, это была самая наша задушевная выпьем други на крови, эту песню сударь пели на добыче, выпьем други на крови, и вот истинно картина была, лежит на поляне, взятый зверь кровяной гордый уж с пленкой на глазах с закушенным языком, а округ него целые ассамблеи охотники, вдаришь в рог и грянут все хором, выпьем други на крови, и вот какое дивное дело бывало по честь всегда, как нарочно от упору солнце выглядывало, то все, дождь сеет, а тут как раз стихнет, разойдется мга, засинеет в небе и солнце глянет, весь мокрый лес озарит, согреет, сделает такой апофеоз, вовек не забудешь, а дедушка стоят во всем своем охотницком наряде, замечательнее всех с чаркой в руке, а возле них их самый главный фаворит победим, это его гончий кобель, так точно, так ведь ты как-то говорил, что победим уж старый был, что, что старый, прям герой был даже и в ту пору, он раз в одно поле, это значит сразу, никак нет, за один день лучше сказать, за одно поливание, он за этот день взял целых пятерых лобанов, был из себя приземистый, брудастый, иначе сказать усатый, и мастью муруги, вроде как черный, только скрасненной, лапы стойкие, в локотках скривизной немножко, а уж про грудь и говорить нечего, Яруслам, и весь в цапинах и хватках волки не раз пятнали, мы его на бушуя у князя вымелили, молодым еще, он тогда еще не обсавел как следует, а уж видно было, что из него будет, а бушуя, хотя знаменит был, да уж стал на балалайке поигрывать, как это на балалайке, паршивить с годами стал, сядет, ну и лапой бить по бокам, по ушам, а что значит не обсавел, а это всегда так говорится про молодого кобеля, значит не стал настоящим псом, да и про суку тоже, молода молочь не обсавела, это как про зверя говорят, про волк, прибылой значит молодой, а если старый, то это в просторечии лобан, матерый, если же взять к примеру зайц, так он бывает во-первых февральский, наставик, почему наставик, по той причине, что от упора снег уж крепко за настел, коркой, настом покрылся, а он любит по этому насту жировать, иначе играть, петли делать, он лисиц, да, любит мышковать, мышей пополю промышлять, вроде как дворовая сучка пополю за ними мышкует, сычует, ведь сычи и совы тоже за ними охотятся, а заяц, он только с жиру играет, жирует, и это наставик называется, а старый русак, он голубой, он уж, значит, выцвел, серую шерстку спустил, ну, хорошо, а как же это победим, в одно поле пять лобанов взял, а так и взял, очень люд был, и характера самодурного угрюмого, пока не разровнялась охота, идет, будто скучный, равнодушный, он от свор, от стаи всегда одиночкой ходил, беспременно возле дедушки, и все, будто, что это думает, хмурится, никуда не спешит, да и дом такой же, бывало, кричишь на корму, отрыж, чтобы, значит, не кидались собаки не вовремя к корму, а он и не слушает, стоит, отвернувшись, сам, мол, знаю время, кричишь, наконец, того, надбруц, значит, разрешаешь на корыто с запаркой кинуться, он опять не спешит, подходит, будто, неходя, и тут ж, не стой, другая собака возле него близко, так рыкнет, да скальц, что, дай бог, ноги унести, вот я и говорю, все бывало, сам по себе ходил, возле дедушки, и умен, до того, что только не говорит, будто и не смотрит, а всякий дедушкин взгляд видит, знает и от его стремени, пока работы нету ни на шаг, а уж это, по охотницким замечаниям, много значит, так и говорится, умница собака, от стремени без дела ни на пять, а еще, какие у вас знаменитые кобели были, гончий, то есть, был будила, карай, вопила, пылай, были сучки отменные, чисто псовые, все больше краснопегий, вьюга была, стрелка, заира, это заира, ваейковскую ласку, с ушей обрывала, перегоняла, так точно, у нее щепец, хорош был, не кстати, сударь, говорите, слыхали звон, да не знаете, где он, щепец, а попросту говоря, пасть, это только у зверя бывает, это как всякий хвост поленом называется, а лисий трубой, хвост, не охотницкое слово, а лисий след нарыск, не нарыск, а нарыск, тут надо на, наупирать, он рыскает, вот и выходит нарыск, а где ее ждут, на лазу, и опять ни к чему вы говорите, тут опять на зу надо упирать, на лазу, а главное, это не лисицу, а волка ждут на лазу, там, значит, где он вылезает, да и то не всегда, мало ли где его ждут, и что ж, от вы все меня сбиваете, слово не даете сказать, вот я уж и забыл, о чем была речь, ты про победима хотел рассказать, ну да, а вы все сбиваете, вот я и говорю, приказали раз дедушка большой охоте быть, раз говорят мне, знаешь, Леонтий, я даже ночь вчера с ней спал, упражнен, будучи с самой ужины, воображением насчет наших охот, разбился в идеях, куда ж нам на поливанье идтить, надоели мне наши скаридные места, конечно легче в безделицах упражняться, нежели в делах изрядных, однако это не мой вкус, будем брать поле в верховье, уж очень говорю, непролазные места, сударь, тем лучше говорят, молчи и слушай моё готовое, потом после ужины, после ужина, это теперь так выражаются, мы говорили по-своему, по-старому, ну так вот, далее после ужины, повторительный, приказ коммердинеру, чтоб как можно скорее кофе им на рань подали, обчевать изволили рано, по разговорах со мной в скорости к себе ретировались, поутру же были изрядно строг, всё в полслову приказывал, чем свет опять меня зовут, лёнтий, говорят, повторяю тебе, мы нынешний год срамимся до девятой пуговицы, большой охотой всё монкируем, с полей иной раз уходим, не видав ни шерстинки, я отвечаю, что, мол, не наш, в том вина, время всё стояло тёплое, всякая зверь хоронилась, не в рыску была, на ку надо упирать, так точно, значит, не рыскало, ездили, говорю, раза два по белотропу, это по первой пороше, судари, замучили вы меня, ну, конечно, так, ездили, говорю, по белотропу, а он под копытом-то, разве это охота? Всё перемочки, изгарь, сырая прохолодь, вот теперь другое дело, и зверь уж вылез как следует, откуда вылез, и из лесу, это когда он позднюю осень почует, и в лесу больше не хоронится, а в поле выходит, опять же говорю, и победим хворал, а мы все на Катая надеялись, с ним роль хотели разыграть, дедушка тогда только что вымелили у Рудина на резвую этого Катая, и увлекались, понятно, Катая, говорю, нельзя покорить, собака ладная, и с ногами, работает правильно, да разве победим у чета? А какой Катай был? Чернопегий, краснопегий или полвопегий? Брудастый? Ишь, как вы навострились, сударь. А спроси вас, какой такой полвопегий? А вы не знаете? Нет, знаю. Белый в жёлтых пятнах. Правильно-с. А брудастый? Ты это уже говорил, усатый. Опять верно. А подуздый? А это когда нижняя челюсть маленькая. В аккурат верно. А Катай был чернопегий и брудастый. Ну, хорошо, только опять мы с вами с дороги сбились. Надо вам досказать про победима. Вышли в тот день, дедушка на крыльцо, раны-мрана огляделись, ну, говоря, с Богом на конь. Двинулись мы всем нашим многолюдством, прошли по венцу нашей горы, выровнялись на простор, поднялись, дедушка, на своём буланом на темя и приказали зачинаться полю. На какое темя? Эх, царица небесная, ну, как это сказать? Ну, возвышенное место, попросту говоря. Шли сперва по мелочам, по мелкому, значит, кустарнику, потом свалились в луга к лесу. Перешиб я луга рысью и стал подвывать. Только от голоса не слышу никакого. Верно, думаю, они на добыче. Выскочила была лисица, доскатилась в овраге и сразу понарилась, ушла в своё нырище. Не стали мы на неё и время терять. Потом подозрил я русака, хлопнула рапельником, заложили за ним стрелка с Заирой по грани, сладились. По грани это по рубежу, значит? По меже, по рубежу. Спеют, спеют, настигают, понятное дело. Спеют за ним, по честь ухо в ухо. Только стал он, друг, отрастать от них. Как это отрастать? Уходить, сударь, уходить. Да Заир не глупее его было, она дала маленько, сбила его с грани и покатилась вместе с ним. А тут стая и накрыла их. Дедушка кричит, «Прими!» А я уже давно принял. Заколол? Конечно, заколол. Да кто ж так-то говорит? Приказная строка какая-нибудь. Да не в том дело, сударь. Я все это к тому, что, окромя этих пустяков, ничего мы в тот первый день не сделали до самого вечера. Вечеру встрели охоту Рудина, сбили обе стаи в одну и пошли к нему на наслег. Подвалили к усадьбе. На ночлег? На наслег, сударь, на наслег. А у Рудина... Но мне, как это часто бывает с детьми, вдруг становилось скучно. Хотелось в сад, на пруд. Я начинал вертеться, уже плохо слушал, что было у Рудина. И, наконец, под каким-нибудь предлогом ускользал из избы, пообещав Леонтию прийти дослушать его завтра. И Леонтий опять оставался один в сумраке на печи в пустой избе со своими думами о временах дедушки. Полуденный жар. Жаркий день. Вся дворня на покосе. Усадьба кажется брошенной. Во всей усадьбе только я и дурочка Глаша. Она гостит у нас. Теперь сидит под раскрытым окном людской, обращенный задом к солнцу, темный, полный мух. И от того, что в ней пекли утром хлебы, очень жарко. Сидит, что-то говорит. Часто сидит так до самого вечера и все говорит, вслух думает. Я вышел из дому. Увидав меня, кличет к себе. Папаша, поди ко мне, поди, не бойся. Я вхожу в тень избы и сажусь под окном на скамейку. Чего ж мне бояться Глаша? Я не боюсь. Она с ласковым сожалению качает головой. У, дурак, дурак. Как же не бояться? Я глупая, убогая. А с покон веку боюсь. Все думаю, все боюсь. Прежде лежала сколько лет, а он меня в тележке возил. Кто возил? Оська возил. Сирота, отрок божий. Первый вор был на всех ярмарках. Потом, сказывали, в остроге в Задонске сидел. Я бывал лежу, он меня везет по всем деревням, впричет, кричит, милостинку на меня просят. А я лежу, я, мол, убогая, безногая. Мне не бог ножки отнял. Я сама отлежала их. Сама в тележку легла. А то кто ж бы мне дал? Кто милостинку створил? Никто б не дал. Дуры так на свете много. Поберушек папаша много, а народ, он жадный. Они все мужики-то жадные. Всякому жалко с копейкой расставаться. А корку хлебную, горбушку, он ее, блажей цыпленку, размочит, цыпленка своего напитает. Я и лежу, а он кричит по полям, по деревням, меня везет по ярманкам. По ярманкам хорошо бывает. Народ гамит, карусели летят, музыка, колокольчики, по церквам трезвон, не то что в поле. Там-то и есть самый страх и жар. Какой страх и жар. О, дурак, дурак, какой же бывает жар. Полуденный жар, в какой Еву полуденный бес искусил. А как бросилось-ка меня возить и тележку себе взял. Я сама, папаша, стала просить, сама стала ходить, меня теперь все знают, все почитают, на станцию приду, жандар честь отдает, буфетчик чаем угощает. А по полям, по степям нету там, папаша, живой души, одни видения. Что ж тебе там видится? Задумалась, стал говорить, глядя вдаль. В церковь венчать привезли меня, папаша. Жених высокий, лютый, а красивый загляденье. Загляденье до чего хорош. Свечи зажгли, венцы на нас надели, народ стоит, а никто ничего не говорит. Боятся, папаша, боятся. А на мне будто портки черные, пинжак черный. Я и рада, хорошая стою, рада, веселая. Ну и что ж, перевенчали вас, а потом... Она очнулась от задумчивости. О, дурак! Мне что можно спрашивать? Он блуд со мной сотворил, а у меня сердце зашлось. Я аж петухом закричал от той ужасти. Проснулась и вся трясусь, плачу, рыдаю, а на меня ангелы крыльями дуют со всех сторон. Ничего не видать. Темь, погреб, а я вижу, как они белеются, вихрем вьются вокруг меня. У, дурак! Дурак! Ласково и восторженно сказала она грубым голосом и захохотала диким блаженным хохотом. А ты говоришь, не бояться. Как же не бояться? Успокоившись, она заговорила задумчиво. Да. Вот он преподобный был, а как погибал, он святой был. Серафимом звали, ангелом. А сперва простой будильщик был. Была там обитель в лесу, а он монахов будил. Вставайте, вставайте, душ не проспите. По ночам их будил. Семь лет будил, послушание нес. Потом диаконом сделали. А то все будил. Вставайте, мол, бесы на вас по кельям глядят, глазами горят, дыхают, кахают. А как диаконом стал, еще пуще страсти натерпелся. Выйдет, выйдет к народу, поднимет орарь. Хочет возгласить. А нет, ничего не может закричать. Народ стоит, ничего не видит, а он видит. И то в жар его кинет, то в чистый мороз, то красный, как кумач сделает, то как снег белый. Да. Народ молчит, и он молчит. Только одно видит, по всей церкви ангелы служат, по воздуху плывут, кадилами дымом машут, грозой сверкают, рис белый, крылья белые. Я тогда у батюшки гостила. Он все это мне сказывал, по книжке читал. Как пьяный, так читать. Без умолку читал. У какого батюшки? О, как же ты не знаешь. У отца Федора Успенья Пресвятой Богородицы, церковь Успенья Царицы Небесной. И она, милый, тоже померла. Померла папаша. И у него сын помер. От чахотки погиб отец пьяница, и он пьяница был. Вошли, а он на диване лежит, закатил глаза. За рубашку, за грудь себе сгреб, и только пену с губ пускает. Матушка вошла, поглядела. Дышит, мол, а уж нет. Нет, папаша, ничего не дышит. Царство Небесное. Заплакала, залилась. Чего же вы, кричит, в больницу не съездили? А батюшка на пасеке был, рой пчелиный огребал, а он один в горнице лежал на этом диване. Потом раздели, всего на пол стащили, пришли старухи с горячей водой, с ведрами стали его мыть, а он лежит, папаша, белый весь, как пшеничная мука белый, голый. Потом рубашку на него крахмальную надели, на стол в ней положили, совсем новая была. Потом стали нищим его добро раздавать, мне его прежнюю подарили с косым воротом, а я взяла, да ночью в бурьян бросила. Он помер в ней, как же мне ее носить? А гроб шибко несли. Батюшка спешит, кадилом взвивает, а сам плачет и рыдает. Коля мой, Коля, что ж ты надо мной наделал, как же я тебя своими руками хранить буду, лучше сана лишусь, а сам не могу. А я убогое, глупое, свое думаю, свое вспоминаю, как меня хоронили. Как-то тебя хранили, Глаш. Что это ты говоришь? Хоронили, милый, хоронили. Все архиереи собрались, все священники. Везет меня ось к степи, а тут рабочая пора, вот-вот все косить пойдут. Все ржи сухие, желтые и горячие. Гляну, гляну, а им конца краю нет, желтые аж глаза ломят, жар огнем душит. И нигде-то ни живой души, ни голоса, будто все на свете смолкли, померли. Хлеб стоит, горит, грачи тот боком на дороге сидит. Бельма завел, закатил, огнем во весь зоб дышит. А я лежу, закрыл глаза и лежу. У меня мухи, оводы едят, а он ось как пьяный, идет, качается, босиком в пыли месят, нагнулся вперед, тащит меня. Вся спина, вся рубаха от мух черная, пьют его пот. Он бы давно ограбил, убил меня в этой степи, в этот жар и зной, сам мне это говорил. Со слюнями смеялся дурак. И никто б на свете ничего не знал, не слыхал. Она, эта степь, до самого моря идет. Да что ж он мог ограбить у меня? Один дерюжный мешок с корками, с печеными яйцами, с медными копейками. Что с меня, милый, взять? Я и задремала. Только слышу вдруг, идут и поют. Идут на нас по этим желтым ржам. И все громче поют, все в ризах золотых, в черных и серебряных. Я глянула, а они прямо на нас идут. Хороните, поют, рабу Божию в облаженном успении, машет на меня горячим ладаном. Закричал тут оськ дурак не своим голосом и помчал во весь дух, куда глаза глядят. Тем мы, папаша, и спаслись, тем только и спаслись, милый, а то б давно мои косточки в земле гнили. 1947 год в такую ночь под Одессой в светлую, теплую ночь конца августа. Шли, гуляя по высоким обрывам над морем. Глядя на его широкую сияющую равнину, начал шутливой важностью декламировать. Луна блестит в такую ночь, как эта. Она взяла его под руку и продолжала. В такую ночь тревожно шла в траве расистой тизба. Позвольте, позвольте, откуда это вы такая ученая, что даже Шекспира знаете? А тут же откуда и вы? Не всегда же была добродетельной супругой и обывательницей богоспасаемого Конотопа. Киевскую гимназию с золотой медалью кончила. Ну, знаете, это так давно было. Это что же милые дерзости? Ошибаетесь, всего двенадцать лет. Он покосился на ее высокую прямую фигуру, наживленное лицо в веснушках. Правильно, я еще позавчера, как только с вами познакомился, дал вам лет тридцать. Но это для хохлушки уже старость. Оставьте в покое мою старость. Я вовсе не хохлушка, а казачка. Лучше скажите, кто это тизба? Я забыла. А черт ее знает. Все равно дальше что-то чудесное, насколько помню. Совершенно чудесное. И тень от льва, увидев прежде льва, вся ужасом объятая пустилась. Стремительно бежать, он грустно продолжал. В такую ночь печальная дидона стояла на пустынном берегу. Она кончила в тон ему. В такую ночь Медея шла в полях забирая травы волшебные, чтоб юность возвратить язону старику. Господи, как хорошо! Тень от льва, какая-то Медея, какие травы волшебные, и никого-то нет, кто полюбил меня. А я-то на что? Вы циник и прозаик, а мне нужен поэт. Да и не к чему. Две недели моего отпуска вот-вот пролетят стрелой, а там опять конотоп. Не беда, хорошо только короткое счастье. Как сладко спит сияние луны здесь на скамье. То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Медея? Посидим, Язон. Свернув стропинки, сели на пересохшую траву над самым обрывом. Что хорошо у вас, Дидона, так от ваш грудной хохлатский голос. И потом вы умница, веселая. Она сняла с голой ноги татарский башмачок, вытряхивая из него пыль, и пошевелила пальцами продолговатые ступни, до половины темные от загара. И нога чудесная, можно поцеловать. Ни в коем случае. В такую ночь, печальная Амидея, в такую ночь, ну, что это за безобразие, даже не дает договорить. Возвращались медленно, поздно. Луна стояла уже совсем низко, золотая вода сумрачно светилась у берега внизу, и было так тихо, что слышны были ее полусонные приливы и отливы. 7 апреля 1949 года Алупка Солнце только что скрылось, еще светло, но в жарком меркнущем воздухе, в синеватой неопределенности неба над кипарисами Алупки уже реют и дрожат чуть видные, как паутина летучие мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, которым все вертело на плече, спускаясь по пыльному переулку к пансиону, быстро вошла в жидкий садик, усыпанный галькой, и взбегает на террасу, где доктор один полулежит в качалке в ожидании обеда. В пансионе еще пусто, кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дирижанс из Ялты. Слышал, возбужденно говорит она, входя, в Ялту приехали артисты малого театра. Не играть, конечно, а так, чуть не вся труппа, Лешковская с Южиным. От кого же я это мог слышать? Ты, конечно, как всегда, почему-то бегала встречать дирижанс? Да. И встретила доктора Никитина, его вызвали к старухе Крестовниковой, он мне и рассказал это. Очень рад, только не понимаю, почему ты объявляешь мне об этом приезде так, словно случилось не весь что. Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту, завитушки на лбу растрепаны. Будешь вне себя, когда в этой милой олупке день и ночь задыхаешься от жары и духоты. Ну, дело вовсе не в моей наружности, а в том, что я хотел тебе сказать, что ты как хочешь, а я больше не могу сидеть тут. А где же ты хочешь сидеть? В Ялте? Да, хотя бы в Ялте. И все потому, что туда приехали артисты малого театра. Да ты что, еще хламы, что ли? И почему вдруг стала такой театралкой? В Москве бываешь в этом малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом. Ничем я не поражена. Но как ты наконец не понимаешь, что не понимаешь? То, что мне твоя лупка и этот семейный пансион остачертели. В Ялте... В Ялте, разумеется, совсем не то. В Ялте проводники, набережная, а теперь еще хромая Лешковская с Южным. Какое же сравнение? Но мы, мой друг, приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха. Мы, мы, и слышать не могу этого мы. Мы ведь все-таки не сиамские близнецы, Алексей Николаевич. Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время, особенно за эти три недели в Крыму, чуть не с утра до вечера, лежа на гальке у моря под парком и по пяти раз в день купаясь. Загорелое лицо крепло и округлилось, глаза налились блеском, плечи, груди, бедра расширили, что особенно явно под легким платьем из сарпинки, вся горячо пахнет этой сарпинкой и загорелым телом, обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы. Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим, при чем тут сиамские близнецы, при том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна, если ты не переедешь и перееду, а ты как знаешь... Постой, ты в своем уме, ну что с тобою? Внезапно острое помешательство? Приехали артисты малого театра, переезжаю в Ялту, а ты как знаешь? Разумеется, как знаешь, раз ты... Что я? Раз ты вот настолько не думаешь обо мне. Ты за все пять лет нашего милого супружества, которое все величают идеальным. Помилуй Бог, какая адская ирония. Да, для тебя оно, разумеется, идеальное. Сиди себе в кабинете, да раздевай своих несчастных идиотов. Вздохните, не дышите, вздохните, не дышите. А я... И вот-вот опять Мерзляковский переулок, и опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как чудно отдохнули мы летом. В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, в нынешнем будешь расписывать Алубку. Довольно с меня этих отдыхов. Да ты что? Сбежать от меня решила? Я ничего не решила, только я больше не могу, не могу и не могу. Все это прекрасно, но во-первых, надо решить, куда именно, и с кем, и с чем бежать, а во-вторых, все-таки не кричать на весь дом. Хочу и кричу, и буду кричать, нарочно буду. В их комнате на втором этаже очень тесные от двух кроватей двух кресел гардероба со скрипучими рассохшимися дверками, умывальника и чемоданов под вешалкой. Воздух горячий неподвижен. В окно открытое на совсем уже помердшее небо нет ни малейшего дуновения, и, бежав туда, она падает в кресло, на спинку которого брошен купальный халат, еще не высохший, противно пахнущий теплой сыростью, и с бьющимся сердцем злое решительно смотрит перед собой, не выпуская из рук зонтика. 21 апреля 1949 года В Альпах Влажная, теплая, темная ночь, поздней осенью, поздний час. Селенье Верхних Альпах мертвое, давно спящее. Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными вперед дымчатой белесыми столпами. Освещаемые ими мелькают вдоль шоссе кучки щебня, металлически меловая хвоя чахлого ельника, потом какие-то заброшенные каменные хижины, за ними одинокий фонарь на маленькой площади, самоцветные глаза бессонной кошки, соскочившей с дороги, и черная фигура размашисто шагающего, развивая подол рясы молодого кюре в больших грубых башмаках, шагает длинный, слегка гнутый, склонив голову, однако не спящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час, обреченный прожить не и всю свою жизнь, шагает куда? Зачем? Площадь, фонтан, грустный фонарь, словно единственный во всем мире и неизвестный для чего светящий всю долгую осеннюю ночь, фасад каменной церковки, старое обнаженное дерево возле фонтана, ворох опавший, почерневший, мокрые листвы под ним, за площадью опять тьма, дорога мимо убогого кладбища, кресты которого точно ловят раскинутыми руками бегущие световые полосы автомобиля. 1949 год Легенда Подарган и пение Все пели Подарган нежное, грустное, умиленное, говорившее «Хорошо нам с тобой, Господи!» Подарган и пение вдруг так живо увидел, почувствовал ее, мой вымысел, неожиданный, внезапный, неведомо откуда взявшийся, как все мои подобные вымыслы, что вот весь день думаю о ней, живу ее жизнью, ее временем. Она была в те давние дни, что мы зовем древностью, но видела вот это же солнце, что вижу я сейчас. Эту землю, столь любимую мной, этот старый город, этот собор, крест которого все так же, как в древности плывет в облаках. Слышала те же песнопения, что слышал нынче и я. Она была молода, ела, пела, смеялась, болтала с соседками, работала и пела, была девушкой, невестой, женой, матерью. Она умерла рано, как часто умирают милые, веселые женщины, и была отпета в этом соборе, и вот уже несколько веков нет ее в мире, где без нее было столько новых воин, новых пап, королей, солдат, купцов, монахов, рыцарей, меж тем, как все лежали и лежали в земле ее пористые кости и о пустой маленький череп. Сколько их в земле этих костей, черепов? Все человеческое прошлое, вся людская история, сон мы, легионы умерших, и будет день, когда буду и я сопричисленный к ним, так же страшен своими костями и гробом воображению живых, как все они, то несметное полчища, что затопит всю землю вон и судный час, и все-таки будут новые живые жить мечтами о нас умерших, о нашей давней жизни, о нашем древнем времени, что будет казаться им прекрасным и счастливым, ибо легендарным. 1949 год Йонг-Ти-Асидан Маленькое происшествие Зимний парижский закат Огромное панно неба в мутных мазках нежных разноцветных красок над дворцом палаты над сеной над бальной площадью Согласия. Вот эти краски блекнут, и уже тяжко чернеет дворец палаты, сказочно встают за ним налеющие муть заката силуэты дальних зданий, и всюду рассыпаются тонко и остро зеленеющие язычки газа фисташковой туманности города на сотни ладов непрерывно звучащего автомобилями в разные стороны бегущими со своими огоньками в темнеющих сумерках. Вот и совсем стемнело, и уже блещет серебристо-зеркальное сияние канделябров в площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра невидимой башни Эйфеля, и пылает в темноте над бульварами грубое богатство реклам, огненный вавилон небесных вывесок, то стеклянно струящихся, то кроваво вспыхивающих в этой черноте. И все множится и множится бегущие огни автомобилей их разноголосно звучащего потока, стройно правит чья-то незримая рука его оркестром, но вот будто рука. Близ Мадлен, какой-то затор, свистки, гудки, стесняется, сдвигаясь лавина машин, замедляющая бег целой части Парижа. Кто-то тот, что еще успел затормозить в этой лавине свою быструю каретку, ярко и мягко освещенную внутри, лежит грудью на руле. Он в шелковом белом кашне, в матовом вечернем цилиндре, молодое, пошло-античное лицо его с закрытыми глазами, уже похожее на маску. 1949 год. Бернар. Дней моих на земле осталось уже мало. И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами. Я Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно. Так начинается на воде Мопассана. Так будил его Бернар перед выходом Делями из Антибского порта 6 апреля 1888 года. Я открыл окно и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачное синего небо трепетало живым блеском звезд. Хорошая погода, сударь, а ветер с берега, сударь, через полчаса они уже в море. Горизонт бледнел, и вдали за бухтой ангелов виднелись огненица, еще дальше вращающийся маяк Вильфранша. С гор еще невидимых, только чувствовалось, что они покрыты снегом, доносилось иногда сухое и холодное дыхание. Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыбе. Наступал день, звезды гасли, в далеком небе над Ницей уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты верхних Альп. Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнущий бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, где-то звонили, звучал ангелюс. Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается. Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение. Бернар Хоут ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк, так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее. Думаю, что я был хороший моряк. «Je crois bien que j'étais un bon marie». Он сказал это умирая. Это были его последние слова на смертном адре в тех самых Антибах, куда он выходил над Белями 6 апреля 1888 года. Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает «В продолжении многих лет» Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш Париж. Бернар умер в своих Антибах, но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла Белями. Высокий, худой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар нелегко пускался в разговоры, но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем. Теперь он умолк навеки. Последние его слова были «Думаю, что я был хороший моряк». Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись, черной и сохшей от старости рукой. «Je crois bien, que j'étais un bon marin». А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет. То, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему, мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире было хорошо, и что усердно исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, и гордость, и Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал в свою последнюю минуту? «Ныне отпущаешь и владыку раба твоего». «И вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям, думаю, что я был хороший моряк». «В море все заботило Бернара», писал Мопассан, и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над эстерелем, означающие мистраль на западе. Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части. «Да, какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем? Почему? Ну, ведь сам Бог любит, чтобы все было хорошо. Он сам радовался, видя, что его творения весьма хороши. мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе в свои последние дни нечто подобное тому, что сказал, умирая Бернар. 1952 год. Рассказы, не публиковавшиеся при жизни Бунина. ЛИТА На скамье на берегу дачного озера бледной луной ночью все небо в легкой белой зыбе и оттого кажется вместе с луной близким. Вот ЛИТА да нет, вас действительно ЛИТАй зовут, все никак не привыкнул. Вы рискуете мне надоесть, вы это уже спрашивали. Скажите лучше, что вы хотели сказать, простите, больше не буду, я хотел сказать о русалках. Может быть, они в самом деле существуют? Представь себе, сидим, а она вдруг неслышно подплывает к берегу, ложится в воде в двух шагах от нас и смотрит. Глаза страшные, пристальные, тело белое, великолепное. Во-первых, вы говорите глупости. Тело у русалок вовсе не белое, а лунное. А во-вторых, все одно. Все одно у вас на уме. Неправда. На уме только вы одна. Как-то сразу вы меня поразили. Поразила, не поразила, но неужели вы не понимаете, что этого никогда не будет? Чего? Того, чем вы мечтаете. Я только помучать люблю. Вы знаете, есть такие, так вот я из таких. Да, да, оттого и глаза у вас какие-то раскосы. Но посмотреть на русалку — это удовольствие. Я могу вам доставить. Хотите? Я вас не понимаю. Отойдите немного и не поворачивайтесь. Когда крикну, можете смотреть. Нет, ради бога, не надо, а я хочу. Извольте встать и отвернуться. Видите, я уже разуваюсь. Ну, раз, два, три. Встаньте, отвернитесь и стойте так, пока не крикну. Ах, вы стыдливо закрыли лицо ручками. Хорошо, можно и так. И через минуту плеск воды и веселый голос. Алло, алло, я уже русалка. Лежу именно так, как вам хотелось, с дикими глазами, и знаю, что вы все-таки сквозь пальцы меня видите. Выбежав из воды, села на скамью вся холодная и мокрая и, наклоняясь к нему, ровно и в пол голоса, поцелуйте мне груди, они у меня тугие, красивые, больше все равно ничего не будет. Двадцать 3 сентября 1943 года. Ривьера Отель Идеаль Девер Детей Идеальный Отдых Зимой и Летом Туа Сен Шамбр 300 Комнат Дарние Комфорт Модерн Самый Современный Комфорт Кюзин Репуте Прочно Зарекомен Зарекомендовавшая себя Кухня Гранд Парк Обширный Парк Теннис Де Гараж Теннис Два Гаража Уэр Тут Л'Анне Открыт Круглый Год Огромное Пятиэтажное Здание Похожее На все Отели В мире Безобразно Высятся Над сплошными Садами Спускающимися По холмам К берегу Моря Синяя Равнина Которого Кажется Лежащей За древесными Вершинами На их Уровне В нижнем Этаже Здания Все залы Не в меру Обширны С колоннами Под мрамор Из пространного Вестибюля Можно пройти По террасе Со столиками И плетенными Креслами Под оранжевыми Зонтами В парк Он занимает Южную часть Поместья Бывшего Когда-то Монастырским И похож На старый Пальмовый Лес Стара В нем И великолепная Кипарисовая Лея Покаты Идущие От террасы К морю К пляжу Днем Из окон Из балкона Верхних Этажей Видны Влево Дымчат Сиреневые Прибрежья Италии Ночью Розовые Огни Бордигеры Август Отель Полом Он Кто-то При каком-то Министерстве Иностранных Дел Она Ждет Из Парижа Мужа Оба Отчет Отдыхают Познакомились После обеда В Холле Теперь вместе Купаются Перед завтраком Ездят На автокарах В Монте-Карло В Тюрби Сент-Поль Ванс На Антипский Мыс На Лоренские Острова В отеле Завтракают И обедают Порознь Каждый За своим Столиком Но после обеда Пьют кофе И слушают музыку Опять вместе Потом выходят В парк И к морю Подышать Перед сном Воздухом Ему Лет сорок пять Ей около сорока Оба Высокие И стройные Он сух С подстриженными усами В пенснебе Заправы Которые он Беря Перед обедом Меню Кончиками пальцев Сжимает Чтобы снять Удивительно Приличен И недоступен Удивительно Тонконок В голенях И щиколках Это даже поражает Когда он В смокинге В больных туфлях Лодочкой с бантиком И в черно-шелковых чулках Сидит после обеда В вестибюле Положа Ногу на ногу Куря сигару И прихлевывая кофе Она Выходит к обеду Блистая чудесно Сделанным цветом Лица Голых рук И плечей Подведенными глазами Жемчужным ожерельем Перснями На пальцах С острыми ногтями Гофрированными Платиновыми волосами В длинном Серебристом платье В нем Ее высокое тело И изгибается Так точно Оно без костей Вся она Так же Как ее Серебристая сумочка Женственно Пахнет Пудрой Вот уже Густо синеет Жаркий Южный вечер Уж готова К обеду Матова Освещенная Столовая И долго Идет Этот Не в меру Изысканный Обед Дурного Тона Под струнную Музыку В тесноте Того нарядного Люда Что так Зоологически Идет на пляж Утром В разноцветных Халатах Из-под которых Мелькают Грубые Волосатые Ноги Мужчин И нежные Круглые Женщины Сейчас Посидев За кофе После обеда В холле Они не спеша Выходят на террасу На теплую Лунную Ночь Он Докуривает Сигару Она Захватив Левой Рукой Длинный Подол Еще раз Взглядывает Приподняв В брови В синеющее От лунного Света Зеркальце В сумочке Потом Щелкнув Ею Говорит Вздыхая Мун Дзьо Кельбате Боже Какая Красота Кипарисовая Аллея Над террасой Высока Черна Неподвижна В ее Коридоре Бархатно Темно Только Кое-где Блещут Зелеными Змийными Глазами Пятна Лунного Света Лунное Море Золотою Выпуклостью Лежит Вдали За чернотой Кипарисовых Вершин Полная Теплая Луна Спокойно Стоит Над пальмами Влево В той стороне Где всегда По ночам Роятся Розовые Огни Бордюгеры Он Берет Под локоть Ее Обнаженную Руку Чувствуя Холодок И персиковую Нежность Ее Тела Осторожно Сводит Ее С террасы В аллею В дальнем Конце Ее Сумрачного И теплого Коридора Упирающегося В море Таинственно Зеркально Сияет Полоса Золотой Воды Всюду Тишина Нигде Ни души Все В холлах Отелей В барах В казино Они молча Под руку Доходят До конца Аллеи Теперь Это Блещущая Чуть Переливающаяся Золотом Вода В десяти Шагах От них Лежит Плоско И низко По сторонам Сказочная Пестрота Света И тени Под черными Врось Раскинутыми Султанами Пальм У скамьи В конце Не останавливается Он Кончиками Двух Сухих Пальцев Аккуратно Сжимает Щипчики Пенсне Кладет Его В наружный Карманчик Смокинга И Щурись Смотрит Невидящими Глазами Она Стомным Вздохом Поднимает Руки Кладет Ему На плечи И Наслаждаясь Изяществом Своего Любовного Счастья Проводит По его Губам Бархатистой Нежностью Щеки Потом Притворно Страстно Впивается В них И дает Ему Влажный Кончик Языка Десятое Января 1944 Года Аля В далеком Уездном Городе В далекой Ранней Молодости Приезжал из Деревни Брать Книги В городской Библиотеке Там и Встретил В первый раз Вышли Вместе Разговорились Оказалось Что Наговориться По дороге Нельзя Зашли В пустой Городской Сад Сели На скамью В главной Аллее И опять Без конца Расспрашивали Друг друга Вы Не кончили Гимназию А я Кончила Только Про Гимназию У папы Нет Средств Продолжать Мое Образование Он Машинист На товарных Поездах Я Тепер Семен Больше Люблю Лермонтова Чем Пушкина А Вы Так Вы Правда Приедете На Будущей Неделе Мне Столько Еще Надо Спросить Вас Меня Зовут Аля А вас? Когда во второй раз сидели в саду, говорили уже мало. Все целовало ей руку, она все ниже клонила голову. Приехав накануне новой встречи, вечером остановился, как всегда, на постоялом дворе, пил чаю в жалком номере при одной темной свечке и заснул под шум дождя, думая, нет, завтра Бог даст милое утро, солнце. Будут легкие тени на сырых дорожках сада, и опять буду сидеть и ждать ее, и выступят на глазах слезы сладкой жалости и счастья, когда увижу, как она спешит ко мне в своей серенькой юбочке и голубой рубашечке. Но утром она не пришла. Не пришла и на другой день. На вокзале узнал, машинист Ковальский переведен на Донецкую дорогу, а на какой именно участок будет назначен там, неизвестно. 16 марта 1944 года Когда я впервые Ходит по его большому кабинету в необычное время, в одиннадцатом часу темного петербургского утра, горячо говорит, слушая только себя. Тонкая кожа щек горит розовыми пятнами, продолговатое лицо очень похорошело. Когда я впервые уже забыла, что хотела сказать только одно, просто и честно признаться в своей любви к другому, упиваясь теперь своей театральностью. Когда я полюбила тебя или вообразила, что люблю. Когда я, неопытная, не знающая жизни, доверчивая девочка, впервые взглянула в лицо действительности, и внезапно вошла к нему в халате после ванны, вся пахнущая миндальным мылом, с красиво убранными блестящими волосами, и сама чувствует, что должен чувствовать он, глядя на движение ее высокого тела под мягкой фланелью, под поясной длинным шнуром, на то, как открываются от быстрой ходьбы ее долгие ноги в натянутых черных чулках, я решила, наконец, просто и честно, как порядочная женщина, положить конец тому двусмысленному положению, которое образовалось между нами, лично для меня, по крайней мере. Он, повернувшись в кресле возле письменного стола, уже одетый с утренней тщательностью для выезда в город, слушает идиотически, думает, положить, наконец, конец, и делает вид, что очень занят стряхиваниями в пепельницу пепла с папиросы, бормочет фальшиво-дружески. Да-да, пожалуйста, говори все откровенно, напрямик, и поверь, что я сумею стать выше эгоистических соображений. Да, прежних чувств у меня к тебе нет, да ты убил их во мне. Чем, мой друг? Всем, всем, например. Например, когда я впервые поняла, наконец, что все то духовное, чистое, на что я так страстно надеялась, вступая в жизнь. Он сидит, опустив голову, пристально разглядывая свои размытые ногти, уже бледнея злобы и тихо говорит, позволь тебе напомнить, что, вступая в жизнь, ты имела уже двадцать восемь лет. 22 апреля 1944 года Далекий пожар Их первое лето вместе Степной хутор Поздно после ужина Сидят в темноте на ступеньках крыльца Темный дом Темная теплая ночь конца лета И далекий пожар За темной степью На далеком краю ее черноты Невысокая, зубчатая Гряда красного пламени Горит уже давно Однообразно Иногда видно, как по пламени Проходят тени дыма Усыпляющий звон Он ночных степных насекомых Покой земли и неба И спокойная грусть Непонятности всего Он пристально глядит Вдаль на пожар на горизонте Обняв ее молодое плечо Ты меня еще любишь Она, глядя туда же Люблю, милый И все пройдет Все пройдет И моя любовь И этот пожар И это прекрасно И оттого такая печальная ночь 4 мая 1944 года Модест Южный сентябрь На солнце жарко, сухо Везде все блестит На окраине города Конная ярмарка Он богатый лошадник Рыжий, щуплый В чесучевом пиджаке В черных штанах И высоких сапогах В белом картузе С золотым перстнем На указательном пальце Он целый день на ярмарке А в городе В номере гостиницы С прикрытыми сквозными ставнями В душном полусвете Лежит на диване В одной розовой сорочке Его содержанка Крупная, полная Сдувает с потной Верхней губы мух И белыми руками Выбирает из воды В тарелке И ест Крупный Размокший Изюм Лицо девки Широкоскулое Курносое Нежное Тело чудесного Животного Руки и ступни Прекрасные С удлиненными Пальцами С тонкой Блестящей кожей У него странное Для лошадника Имя Модест Сиплый Ласковый голос И необыкновенная Деликатность В седьмом Часу вечера Осторожный Стук В дверь Модест Ты Я Маничка Можно И входит Потный Похудевший Вытирая платком Веснущитое лицо И весело говоря Это же ей богу Кошмар Там такая жара Пыли Такие жуки Сплошная наглость Ну Добрый вечер Голубка Живенько Вставай И одевайся Предлагаю Немного Покутить В тиволи Что ты на это Скажешь Золотко Надеюсь Довольно Хитрым Смешком Треплет По розовой Сорочке На ляжке 16 Октября 1944 Года Ахмат В жаркий Пыльный день На выгоне Рядом С уездным Городом Праздничный Торговый Кавардак Многолюдной Ярмарки Под Отпряженной Телегой На краю Канавы Что идет Доль дороги К городу Сидит Расставив Колени От круглого Тугого Живота Молодая Баба На сносях На лбу Коричневые Смаги Губы Синие Припухшие На лице Та особенная Нежная Непорочная Миловидность Что бывает У беременных Лицо Как в жару Глаза Светят Тихим Святым Блеском И огромный Крепкий Купец Лет за Семьдесят С черными Бровями Глазами С белоснежной Бородой В синей Чуйке И синим Большом Кортузе Говорит Своему Молодцу Проходя Мимо В зрелые Годы Был я Великий Злодей В сих Случаях Самая Моя Лютая Страсть Была К беременным Никаких Денег Не жалел На них Грех И вспоминать А вот Опять Вспомнил Заметь Эту бабу Да еще В какой День Ведь Нынче Сретение Пресвятые Богородицы Владимирской Ради Избавления Москвы От Ахмата Царя Ордынского И как раз День Моего Ангела Великомученика Артемия Вот верно И я Вроде Этого Ахмата Окаянного Господи Боже мой Что вы на себя Накликаете Восклицает Молдец Подобострастно Даже Слушать страшно Нашли С кем Себя Сравнивать Сравнишь Брат Поневоле Сравнишь Истинно Ахмата Ахмата Я бы Теперь Не пожалел На нее Четвертного 1944 18 апреля 1946 года Новая Шубка Париж Она вздергивает Плечиком Не понимаю Что тут Чудесного Вот я Поскользнулся На этом Милом Снегу И сломаю Ногу А ты Не подумал Взять Такси Ну ты же Говорила Что хочешь Пройтись А за Всем тем Кто мешает Взять Теперь уж Ни к чему Он усмехнулся Ты капризничаешь Я прекрасно Знаю Почему Почему Это Но она И сама Знает Почему Нынче На ней Все новенькое Шубка Опушенная Белым мехом Такая же Шляпка Руки Спрятаны В белую Меховую Муфточку Она маленькая И знает Что многим Мужчинам Это очень нравится А нынче Она особенно Похожа На хорошенькую Капризную Девочку Ну куда же Мы все-таки Идем Говорит он Ужасно Хочется Почему-то Мулей Что ты думаешь Насчет Премьер Я еще Не хочу Умирать Сколько уж Знакомых Отравились Твоими Мулями Во-первых Почему Моими А во-вторых Ты С таким Удовольствием И без Всяких Мыслей О смерти Ела их Позавчера Я хочу Венгерский Ресторан Вот Тебя на Почему-то Венгерский Поедем туда Лучше Обедать За обедом Там играет Цыганский Оркестр А я хочу Там завтракать Тебе отлично Известно Что я терпеть Не могу Цыганщины С каких Отпор Ну хорошо Хорошо Не сердись Рю Де Сюрен Такси На улицу Сюрен В венгерском Ресторане Опять Стало делать Вид Что сердится Там Было Пусто Сумрачно Неизвестно Было Что заказать Долго Читало Меню Кошон Далет Роти Шеврель О Эрле Жареный Поросенок Косуля В Бруснике Что такое Эрле Это Как его Что как его Ах да Черника Или Брусника Я не знаю Что такое Черника Должна быть Гадость Какая-нибудь Карп Оля Грилле Фога Дюляк Болотон Что такое Фога Понятия Не имею Вечно Ничего Не знаешь И Чему Ты смеешься Милый Друг Ну Я же Не Венгерец Откуда Мне знать Ну И молчи Если Не Знаешь Ну Или Фомаж И Все С Паприкой Не знаю Милая Не Все Конечно Но То есть Ты думаешь Что И Салат О Сокр Может быть С паприкой Ах Бог Мой Гениальный Человек Вертинский Из-за Маленькой Злой Хорошенькой Женщины Погибаю В шести Зеркалах Не смей Повторять Эти Дурацкие Стежки И там Сказано Ограниченной А не Хорошенькой Ну А я Хочу Говорить Хорошенькой И Знаешь Что Переберемся Все-таки К Прюнье Благо Близко Там И народу Хоть Отбавляй Чтобы Полюбоваться Твоей Шубкой И что-нибудь Выбрать Гораздо Легче Усмехаясь Берет Муфточку И Встает Ты Очень Глупый Ну Идем Гарсоны Переглядываются Выпячивая Нижние Губы Конец Книги Декабрь 1999 Звук Режиссер Елена Соболева Читал Илья Прудовский Режиссер